и ей ты я надеюсь добавил доношен голову что у меня на памперсы сегодня собираем нет после того как поставок я наблюдал как у меня дискорд отжирал 180 процентов процессора наблюдать что он отжирает всего 51 конечно очень приятно возвращение мир живых спасибо тебе барсик сгей да вот такие вот мы сейчас цп загружена 26 вот сколько из него отжирают дискорда конечно вопрос открытый у меня формально я даже не знаю как куда что макоси странно очень считает капуло 14 с половиной процентов а это risen 2 600 x а по нормально дискорд там прикол то что я например не понимаем дело в том что я не помню как на винде это сделано на маке например если тебе показывает что у тебя сто восемьдесят процентов отжирать стоит значит что он отжирает одно ядро и 80 процентов второго ядра у меня получается что сейчас все это крутится очень на одном ядре но это здорово из восьми а у тебя и 9 точно так ну чё ваши лица на стриму готовы зачем сратые немножко лица вот именно такие я и вывел привет все вред дорога собрать опять на 4 часа нет чуваки у нас сегодня кратенько быстренько и мы по е3 прям кем поэтому по-быстрому мы постараемся на самом деле мы 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 понимаем что типа хотелось бы рассказать может быть там про наше впечатление про g3 вот это все но мы решили сделать как выбрали то что нас на заинтересовало больше всего в самом лучшем и самым худшем смысле и собственно про это и будем сейчас как-то вообще говорить вот давай димка что ли зачнем да давайте добрый вечер дамы и господа мы начинаем завтра касс номер 146 сегодня могу говорить про выставку и 3 и сегодня с нами в виртуальной студии во первых конечно я ваш ведущий дмитрий зомбак во вторых у нас сегодня присутствует молодой отец максим к я забыл как тебе по батюшке леонидович леонидович зарецкий который внезапно у нас стал окатился да окатился окатился не ядно то есть по погоди а то прям по щам прилетит из соседней произошло это прямо во время е3 поэтому я могу сказать что на е3 анонсину релиз зарецкого 2 я бы так да и конечно же прямо во время выставки в ходе конференции юбисофт это не вранье после последний по перечислению но не по значению это конечно же тимур севернуков наш самый главный маркетолог да и самый-самый классный мужик это подкасть даже лучше чем я вот так я скажу я нифига спасибо 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 я благодарен своей маме я благодарен киноакадемии конечно спасибо киноакадемия сегодня мы говорим про и 3 это такая выставка игровая если кто не знает если кто впервые про нее слышит мы не будем уподобляться всяким замечательным другим сайтов и подкастом которые сказали что аду и 3 закончилось там в авторник и как бы еще и там делать на самом деле 3 закончилось только сейчас потому что очень странно что очень многие думают о том что вот все эти трансляции прошли и типа и 3 на этом как бы все до свидания на самом деле нет выставка идет после всех этих трансляций было много разговора о том что чуть маловато геймплея в этот раз показали на выставке на самом деле на выставке показано геймплея очень много я могу сказать вам это точно потому что если делал за этими всеми роликами которые там показывали роликов внезапно очень много геймплея реально до жопы смотрите как там о дон ринг как как геймплей но а холл инфинит но полы есть несколько игр в которых не показали нихера ты знаешь а дело не в этом то есть смотри мы привыкли смотреть на и 300 точки зрения что я 3 это не выставка которая идет несколько дней до есть шоу флор и есть еще какие-то конференции которые проходят как бы формате там интервью и 2 на 2 а мы привыкли что это там 5 издателей вышли от стрелялись показали трейлеры для нас это g3 и поэтому вот если вы рассматриваете е3 из как вот такой формат это был спасибо киноакадемии потому что это был фестиваль анимации фестиваль я бы сказал довольно хороших короткометражек да 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 2 сезона на ю тубе пошутил какой-то по-моему то ли я помню короче кто написал что и 3 это некое мероприятие на котором люди платят мега корпорациям деньги за то чтобы увидеть рекламу не вышедших продуктов которые возможно вообще не выйдут никогда то есть ты сидишь полтора часа смотришь реально рекламные ролики кроме всего прочего кстати прости к дим но также проходят все остальные выставки когда люди ходят на авто выставки на мебельные выставки на отельные выставки извини меня ты можешь пойти на какую-нибудь выставку типа я не знаю там каких-нибудь новых мобильников условно да и ты можешь взять этот мобильник в руки и пощупать его и там не знаю там как-то но не забрать и не купить его до забрать и купить его не можешь вот то же самое здесь то есть в некоторые видеоигры можно было поиграть на выставке ощутить там геймплей понять надо тебе или не надо купить или нет в конце но ты тоже с собой забрать ним контраргумент до контраргумент короче сразу же представь себе что ты приходишь на автошоу тебе показывает новый концепт который вообще никогда в жизни не выйдет вашего него даже по твоему что ну я говорю к тому что тебе даже не книгу к нему не подпустят подойти понимаешь вот это тоже самое как покажет тебе условный там трейлер какой-нибудь скейл баунд которому подойти скейл что понимаешь я просто к тому что мы сейчас на самом деле обсуждаем как бы не какие-то подробные подробности а все-таки общие тренды ты даже дим на самом деле у некоторых проектов конечно которые там показывать действительно не было геймплея и но их действительно было не так много как все пытаются сделать вид потому что многие холла и не фенит не было да мне блоган ринг но это сейчас что это тебя так передернул где-то из японии донеслось древнее проклятие понимать вот посмотрел все остальные тоже игроков очень-очень многие проектов там по чуть-чуть если так взглянуть не было какого-то полноценного нормального геймплея я напомню к тебе кстати при этом что вот к вопросу о том как ты сейчас сказал как раз что типа некоторые свернули е3 уже типа там во вторник свернуть то вы свернули а call of duty то позже показать я на секунду просто напомню что например call of duty это первая call of duty за очень много лет которую не показали на е3 напрямую вот типа просто в виде трейлеров или хоть чего-нибудь именно мы песню не включили там вообще ничего не было то есть ее единственно показали только журналистам там всяким партнером бизнеса там и ритейлером за закрытыми дверьми при этом люди спокойно там рассказывали что они там увидели вот но нигде в другом других местах ничего не показывали все остальные call of duty на е3 всегда обычно хотя бы давали трейлер там и говорили что вот через неделю мультиплеер покажем короче а сейчас вообще ничего не показывает но но мяч что кстати несмотря на то что это выставка должна как бы объединять огромное количество там издателей там разработчиков и прочее то есть и даже бы такой фестиваль видеоигр ну-ка как она и позиционировался я напоминаю вам что sony не приехала в этот раз на и 3 ее не было google не приехал на и 3 и свою google стадио не рекламировали исключительно косвенно и все вот эти главные новые замечательные тренды про которые мы слышали уже довольно долго они на и 3 были представлены ну тяп-ляп вот вы смотрели же конференцию microsoft помните как там ну да говорят транслировали эти больше как там говорили про этот прожит как склауд который у них типа тирка как ну как-то так значит типа ну вот у нас есть мы как-нибудь запустим ну то есть особо не расписывали там какие-то знаешь там прелести и прочее в основном основной упор например у microsoft а был на подписку то есть они показали кучу игр да но при этом сказали что в больше большая часть из этих игр она будет так или иначе доступна по геймпасу либо на старте либо там чуть позже и вот этот тренд на подписке я могу сказать что лично мне он дичайше не нравится я в том числе я с этим могу сказать что ты знаешь мой концерн как раз я подописал в мое сомнение простите когда я писал титры о том что у тебя все больше 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 корпорации тебя заставляет по сути кабину все больше тыкать тебя в то что чтобы типа ну давай иди иди давай подписать и под его таки получается что ты условно там в определенный момент подойдешь к тому что ты будешь 150 баксов в месяц там тратить типа на подписке и ты так думаю что вроде как ну 150 баксов но потому что я там раньше покупал музыку покупал фильмы покупал кино покупал сериал покупал игры ну примерно так и получалось как бы да но блин после этого как бы ты берешь типа перестаешь платить подписки у тебя и вообще нихера не остается кстати на конференции microsoft показали новых battle toads которые ну как бы ремейк да резко перешел я думал то все таки про подписки я хотел я просто к это к этому конкретно конкретно момент хотел как раз подписками связано хотел объяснить что вот анонсировали новых battle toads он никому не нравится еще и на dtr и фич стал я не помню чей пост разбор того почему новый battle toads никому не понравился да и он написал такую интересную вещь что как оказывается в те времена когда делали игры на дэнди да на с интертеймент систем очень часто были популярны в америке возвраты то есть ты поиграл в игру обратно отнес картридж в магазин отдал его тебе там условно заплатил там 5 долларов тебе дали там следующий картридж и так далее и возвращать их можно было там в течение недели вот за эту неделю люди старались пройти эту игру чтобы знаешь как типа закрыть гештальт это очень похоже на ситуацию сейчас подписками так вот и разработчики тогда просекли очень большую фишку что игра окупается но поскольку денег ты получаешь меньше еж не продают по по сути и сложнее да ты делаешь ее сложнее для того чтобы ее не прошли за неделю и battle toads это была вот какой-то пример той игры которую надо было сделать таким образом чтобы она была настолько сложная чтобы за неделю ее было ну блять невозможно пройти чтобы люди там но при этом она должна была быть хорошей чтобы люди ее не бросали знаешь в ужасе типа того за эту неделю должен был некий баланс такой быть так вот я могу сказать что мы иногда в гамме общались и вообще в принципе так вот среди разработчиков какое-то такое мнение они все боятся вот этих геймпассов всех этих подписок потому что никто не может гарантировать того что твоя игра которую ты там делаешь ну как бы зайдет геймпассе то есть как бы и особенно те те люди которые делают игры под геймпасс на старте то есть абсолютно все эти игры они же делаются как как это сервис как который будет обновляться который будет обновляться и прочее и это пугает всех потому что все помнят как условно представь себе выходит андом до какой-нибудь который по сути игра сервис которая должна сейчас обновляться должна которая подписка для тебя становится бесплатным до которая по идее тебе должна быть бесплатная которая там все замечательно прекрасно потом ее там типа допиливать и доделывают и ты смотришь на эти истории когда выпускают такую игру она никому блять не нравится никто не в здравоме не будет в нее вообще второй раз играть потому что как мы знаем второго релиза у игр не бывает обычно но монскай это контрпример это контрпример я согласен что это хороший пример кстати тут недавно была история что да купили билборд с благодарностью в адресу номерные да да спасибо вам за поддержку это сделали фанаты среди это реально очень клёвая история таких историй ну как бы мало то есть как бы очень редко когда игры вот выбираются за этого ада в которой они попали на старте я просто хотел сказать что ты когда говоришь про подписку понимаете есть еще одна проблема подписки вот дима говорит про сложность и про то что игры забываются а есть вещь которую вообще толдычу с момента анонса геймпасса и время от времени говорил это даже в подкасте она заключается с тем что бизнес-модель диктует жанры игры вы должны понимать что в геймпассе не выйдет год оф вора потому что он не превращается в сервис за который вы должны продлять подписку но с другой стороны превратить его в сервис довольно легко если так подумать но хорошо холл бой но будет ли он такой же популярной игрой да и вот это большой вопрос есть подводный камень потому что но конференции microsoft нинджи теори показали не хеллблейд 0 как говорили некоторые блогеры а показали командный шутер с очень странными точнее шутер броулер там же типа битым ап милида да такой командный мили 4 на 4 явно заточенный под геймпасс и отмазка но мы это делали уже три года она не канает потому что ну явно это было сделано под козырьком да ну я я толсто намекаю что вообще сейчас в твиттере многие инсайдеры разработчики пишут о том что крупные средние и маленькие разработчики игр в ужасе от подписок просто в ужасе потому что они не понимают что их ждет данный момент какого рода монетизацию на что им вообще рассчитывать потому что когда у тебя подписка тебе выделяется небольшой процент денег из общего пула этих самых подписок и соответственно ты получаешь эти деньги в зависимости от того сколько людей и какое количество времени поиграли в твою игру и это большая проблема потому что если ты упустил маленькую там индюшатину который так скажем типа оля какой ну я не знаю там life of strange допустим люди в него поиграли как чуть-чуть как бы и например им что-то не понравилось они просто дропнули потому что игр вал и любая игра подписки автоматически девальвируется она просто просто это вот знаете как вот я когда у меня был xbox 360 когда вот только только купил вот первые полгода я купил он у меня был прошитый я себе 90 болванок себе нарезал короче с кучей и вот я я во многие из них у меня до сих пор смотрю трофеи у меня было типа там 12 трофея потому что просто их типа запускал но такой проходишь первое же какое-то там препятствие встречаешь просто взял выключил зачем тебе дальше играть если у тебя там есть mass effect например там или у тебя там есть halo 3 и ты такой включаешь их одну за другой одну за другой там найти например я прошел там где-то треть например bioshock а тогда я помню короче и смотрю такой типа что-то что-то не пошло все берешь выключаешь просто и все это же самое будет здесь я боюсь когда у тебя тоже те же самые только не 90 болванок а 300 болванок грубо говоря лежит и в любую игру ты можешь вообще в любую секунду скачать и играть шелом болванка сидит у экрана заметьте что все эти истории с подписками помимо microsoft и представили и другие компании например юбисофт представил свой юплей плюс я даже на него например подписался потому что это в юплей заходишь на бесплатно тебе предлагает это сделать и он будет по моему сентября с третьего что ли сентября до конца сентября он будет бесплатный то есть можно будет опробовать другой момент то что практически все игры юбисофт у меня есть этот сервис мне просто нахер не нужен но сам факт то есть как бы у origin был первым до origin access теперь вот есть microsoft а теперь есть юплей плюс я все жду когда 33 компании которые должны запустить подписочный сервис но мне так кажется это во первых в лф конечно же в стиме потому что если я буду платить 150 рублей в стиме за инди парашю виды инди параши будет тонны просто я прощу стиму все абсолютно да лишь стим да если эпики запустят свою ерунду тип там не за 150 рублей там кенте игры epic store да я тоже прощу и галенкину и эпика варам все что возможно просто вот но самое главное самая главная компания которая сто процентов этого делать не будет ну ладно хорошо ли стопроцент 99 процентов того что делать уже сделала потому что прямо сейчас ты можешь на nintendo switch поставить одну игру которую они тебе раздают от супер нету даже не супер нитендо от nintendo entertainment system дэнди меня на майке она нарисована джима мне нравится как трубы запишешься в своем канале что компания nintendo с трудом придумывает онлайн с каждым разом у них что-то происходит не заключает что них наш там нет какой-то документации они каждый раз все изобретают колесо заново они сажают директора по инновационному развитию а это значит 70-летний дед такой он такой интересный я как человек который живет россии очень страшно то что склон сажают а ты уточню речь шла не про нинтендо речь шла просто если тебе не нравится как тебя сажают за компьютер я не знаю химию какую-нибудь подкинь сядешь нормально другой вопрос что тут история в том что у нинки ведь подписочные сервисы были один из таких сервисов точнее подписочные а модели близкие к такой подписке это же виртуальная консоль папа то есть виртуальная консоль вот я не помню как она работала по моему тут айтл покупал отдельно макс мы бы никто ими не пользовались поэтому давай не будем объемом мне просто нравится как и мастику типа украшена работу поэтому мы мы все мы все трое у нас у всех троих есть вич мы не идем как работают другие консоли от минки давайте давайте не будем объемы вот у меня было ведь не надо 1 и даже и даже не тосканы который может был стоять у меня даже nintendo 3ds было два раза два раза и сломал ее один раз у тебя стало мне я просто продал я не раз на блан релизе а второй раз когда вышел animal crossing короче animal crossing я поиграл не понял почему все это собственно я все-таки говорил не про не тогда игру про sony если sony запустят такую подписку решен но я им прощу даже то что у них вчера лежал psn 4 часа я им даже это прощу вот серьезно но sony к сожалению этого не сделать потому что как правильно макс сказал у них есть playstation all и это приводит нас ко второй теме нашу сегодня зря зря такой резко перепрыгнула потому что мы тебе в который раз говорим а ты так значит забываешь можно скачивать шинал уже можно скачивать игры это уже есть xbox геймпас по сути как бы просто не все игры как бы ну и допустим все игры не везде работает шнудовый на это прям на типу же как быть вас да похоже кстати но мы кстати как раз говорили про геймпас я хотел вам напомнить что если вдруг кто-то не знает анонса что xbox геймпас запустили в том числе теперь на пока и они запустили том числе интегрированную подписку за 15 баксов который называется xbox геймпас ultimate ultimate смысл ее в том что вы за 15 баксов получаете xbox life xbox геймпас причем сразу на двух платформах и на пк и на x и на xbox и причем на пока это больше не игры microsoft а куча других игр которые типа других издателей и там есть довольно нормальные проекты поэтому принципе это довольно выгодное предложить ну предложение на самом деле в целом есть я даже несколько нюансов если ты живешь россии как всегда есть нюансы если же это главный нюанс единственный я попробую подписаться на xbox геймпас я забыл совсем что макрософт оказывается из россии ушла и этот момент как-то пролетел мимо меня так вот оказывается сейчас это делается по карточкам как в 1920 хлебные карточки были по помните они твой настолько старые дались видео карточку да и активируешь да ну то есть получается что это во-первых неудобно то есть ладно херстом я уверен что люди успеют как-нибудь перенести это в интернет можно какой платье ру наверняка найти эти коды и прочее вот но следующий момент который меня поразил вот я для того чтобы поставить эту ценой геймпас на компьютер на свой данный красотский пакашный во первых я удивлен том что xbox геймпас и xbox геймпас для пока это разные вещи и отдельно купить 2 нельзя ты можешь купить только подписку для их своего иксбокса плюс компьютер но отдельно мне кстати интересным моментом чем что можно ли сейчас если ты покупаешь только подписку от xbox то будут ли игры play anywhere работать на пока как раньше типа лагирус of war там типа я бы я бы попробовал но к сожалению меня чем проверить нет xbox поэтому я не вижу смысла покупать себе геймпас а так бы я с удовольствием бы проверил но я думаю что нет 2 2 2 то что ну хер с ним да может быть запустят позже и прочее втором ментами попросил обновить винду я обновил винду и они так переделали винду что просто думаешь откатиться обратно через жопу начали работать но если нам нам подсказывают что все работает play anywhere как раньше работал так работает то есть условно если вы сейчас получается лишь только на xbox то play все все равно будет работать у вас получается что набор игр немного разные наверное будет то есть плюс минус одинаковые но в то же время некоторые игры будут отличаться то что но мы как раз с ним да мы как раз затянули уже волынку в том числе и в сторону следующего тренда и 3 о котором мы хотели все поговорить дело в том что как мы уже много раз об этом говорили сейчас все пытаются себе сделать на коленке стриминг ну вот и причем огромное количество платформ насколько я знаю сейчас в том числе так скажем битубишных начинает продвигать среди клиентов в том числе напомню вам что сейчас всякие компании типа волмарта например там предлагают свой стриминг так вот есть куча битуби компаний которые как раз таки идут и предлагают игровым и не очень игровым компаниям сделать как раз таки стриминг игру то есть уже на неких таких скажем сас решениях войну и сейчас его запускает вообще все кому не лень в том числе ну как бы всячески продвигает его например microsoft который project x cloud спенсер даже отдельно пришел сказал что я верю project x cloud это отличная история я я считаю что типа игры должны быть когда угодно где угодно у кого угодно но ближайшее время конечно он не заменит еще консоли поэтому консоли еще вот им им долго еще жить я такой 2 момент думаю наш когда у тебя две две половинки жопы короче да и два стула и тебе надо и консоль продать и сверху знаешь тут было замечательно интервью с филом спенсером интервью по-моему брал то ли вершком верш который сказал он сказал дословно следующее что мне не нужно продать какую-то определенную модель консоли что выполнить наши бизнес-задачи смысл нашего бизнеса не в том сколько консоли мы продали главное сколько людей играет в игры которые не приобрели и как они играют мне нужно убеждать людей в том что они должны купить xbox one с если им нравится играть на оригинальном xbox one мне не нужно настаивать на покупке xbox one x если люди хотят играть на xbox one они могут это сделать наравне со всеми остальными например воспользовавшись на пакет пасом да и тут спенсер делает вот так и честно сказать я согласен в этом плане с филом он молодец я не знаю какое количество волосев на себе рвали пиарщики как когда он это произносил я думаю что очень много но мы поняли что задача microsoft все-таки не продавать консольки зачем microsoft а сделал так чтобы подсадить на свою экосистему как много как много можно большее количество людей так вот прикол в другом xbox вот этот вот когда project x cloud который они позиционируют как стриминговый сервис он может быть у microsoft а и окупится поскольку они сами себе как бы на свое собственное подразделение им предоставляет сервера том числе azura и прочего для того чтобы все это работало а для другие компании это упирается в копеечку потому что они вынуждены платить другой компании у которой есть такой же может тоже сам себе позволить и amazon amazon может позволить но все остальные придется покупать у кого-то сервера и наслаждаться стримингом так вот у sony например нет свою собственную инфраструктуру для всей этой ерунды они рендует сервера у компании акамай камай это очень нет они они сейчас на самом деле хотят у амазона они 5050 у них у них весь контент именно контент все хостится на амазоне я просто напоминаю что я говорил в одном из подкастов и на дткд по моему о том что бизнес-модель playstation now как будущее стриминга почему не очень лучезарно для sony потому что они же пришли с этой истории к amazon у которых они хостятся и сказали что хотят в общем-то перейти к ним с в общем-то со своим стримингом и учитывая что у них весь контент уже лежал на амазоне и amazon их послал за ту сумму денег которую в общем-то хотел хотела sony и поэтому sony развела руками и пошла к microsoft да и они в итоге короче весь стриминг будущем будут делать не на базе гайка и куну на базе своих технологий гайка и там прочего но на базе серверов именно azura microsoft да потому что amazon их послал в том числе напомню вам потому что они сами открывают свой собственный сервис который они будут с нуля растить есть еще там с microsoft там как бы как-то получилось договориться sony то сама зону не получилось вот и вот что интересно как раз таки говорят что до сих пор непонятно как sony будет работать с microsoft потому что если microsoft может позволить сами себе вот как дима сейчас сказал в общем-то на своих собственных серваках запускать свой собственный сервис и в общем-то экономить более-менее на там мощностях и с какой-то скидкой для себя получать ну там скажем с меньше маржой и вопрос в том что например sony то должны будут заплатить за все эти вычислительные мощности за все это время там и при этом еще и лицензионные отчисления которые они будут просить от разработчиков и подожди я рассказываю историю который я прочитал макс подожди и суть в том что у sony строится экономика таким образом что у тебя же есть некая игра у которой есть издатель этот издатель платит sony отчисления и sony как бы еще кроме всего прочего как бы ну у них есть определенный расходы там на доставку на логистику на лицензирование то что касается дисков но когда у тебя логистика в игре упираются в то что ты должен ее там 24 часа в сутки херачить на серваке и это стоит космических денег это не сопоставимо с там печатью диска доставка его в магаз понимаете и как будет биться экономика вот такой игры никто не понимает до сих пор поручение есть статья на за регистриторе которую написал в которой провели интервью с сел том литтоном это эксперт компания комой и он же сел и он рассказывает то что экономика вот этих игр и вообще в принципе сервисов в которых что-то стремится через интернет я имею ввиду естественно видеоигры она сейчас кажется очень дорогой ну то есть она не окупается все эти компании которые сейчас выходят на рынок они будут работать себе в убыток единственное как мне кажется исключение но это уже тому наверное виднее но вот лично мне кажется что google здесь все-таки впереди планеты вся понимаешь проблема в том что чтобы это все работало это нужно либо мизерный объем да и тогда это будет в ноль выходить что будут низкие затраты либо очень большой объем проблема этих сервисов и кстати он в интервью про это говорит не в том что у тебя экономика не сойдется там вообще никогда а в том что скалирование этой экономики просто но она очень тяжелые даже если ты google и microsoft то есть переводя на русский если ты запускаешь это для миллиона человека это стоит одних денег но как только становится миллион один это становится тебе уже не выгодно условно яркий пример у вас за зима вашем сервисе выходит новое дополнение destiny 2 вы только за первую ночь на машинное время в текущих реалиях и на трафик потратите в общем-то ее бюджет потому что когда к вам зайдет 20 миллионов человек одновременно постучаться на эту игру но очень большой вопрос как у вас выдержит инфраструктура можно я дарку вас немного и протестный поговорим вы слышали историю что она выйдет в google study да вы же слышали историю что они хотели сделать cross play между всеми ну да короче сейчас выясняется что скорее всего cross play в google study не будет и те люди которые в google study начнут играть destiny для них будет только cross сейф то есть для того чтобы перейти на другую они будут играть во первых с теми людьми которые уже играют в google study они со всеми 5 человек почему именно в google study такие анальные ну видимо как-то сложно или какие-то проблемы с этим есть а второй момент то что для них сейчас только cross сейф across сейф подразумевает то что например вот я играю в google study да хочу я такой перейти на playstation мне надо будет в playstation игру еще раз купить ну потому что она мне не куплю playstation понял да идею то есть получается что где-то просто бессмысленно на зале если послушал тот последний выпуск подкаста guardian of м проводе стани и там пришел игре белкин и очень разумный мысль да да правильно поизвини меня управляют не игру дополнение до спиральна дополня дополнительно игра сама все будет бесплатно и вы знаете там сидели 33 человека там или четыре которые в общем то хорошо разбирается в дистанции ну там типа стаса элриса там как бы и вот соответственно там белкина и так далее и они не могли понять как там сейчас теперь работает история с тем что ты купишь что тебе дают какие дополнения входят какие не входят в какой момент что все будет разблокированы и так далее не сидели просто не понимали но потому что официально информация это понимаешь что все это будет сранились нет они все они навернули кучу всего типа того что например у тебя в сентябре выходит игра который у тебя будет включать типа там предыдущие дополнения причем если ты типа купил season pass до этого то то дополнение которые тебе автоматически бесплатно дается как бы в сентябре если ты купил до этого то тебе вернут золотом этим серебром внутри игры внутри игровой валюты ну типа и вот это вот непонятка того что ты когда покупаешь что у тебя входит и что тебе потом дают бесплатно что компенсирует короче все сидят и просто чего там блять наделали понимаешь и самое главное что белкину хорошую очень мысль высказал о том что банджи как бы в итоге поставили на поток всю вот эту историю с дополнениями и вот они все время ходили и говорили типа что ой ну вот вот там activision вот activision activision приходится выпускать там игру раз в год по 60 баксов да типа а перене уходит активизм еще больше начинает пускать дополнение чтобы еще больше денег платил и все уже понимает уже даже соц уже собственно активизм отключилась от этой всей истории уже call of duty понимать что нельзя дробить аудиторию нельзя дробить дробить всех людей ты должен как бы всех оставить в одном пуле игроков и кого соответственно кто-то монетизироваться на косметике на там еще чем-нибудь на battle pass и всяких там и прочим ну нельзя так делать как бы а эти быть вот хуесосы как бы все еще нет давайте дополнение продавать блин ты знаешь я думаю что аудитория все равно купит тем более что они сказали что десны 3 скорее всего не будет то есть они брали развивать вторую как платформу да может быть десны 3 появится он там лет через пять условно то есть что-то такое так вот время зачитать ваши донаты спасибо большое тюга не занес на 500 рублей борода мигрировала в москву именно так максу алене слава по скрипту и гаси разъясном 100 рублей пасечок к гаси разъясном 100 рублей максу донат по отцовству поздравляю спасибо максим скажи спасибо спасибо гаси разъясном еще 200 рублей тимур на подкаст ну или хотя бы на серию спец выпусков по маркетингу ну и на встречу с подписчиками в украине буду очень рад люблю вас дураки спасибо тебе быть я тоже очень любим дурачок обычная обывательница занесла нам 100 рублей xbox game pass xbox плюс game pass pc плюс пизду буду проституткой спасибо тебе большая то есть и но мы продолжаем по поводу и 3 я могу сказать что мы не закончили про облака я просто самую последнюю мысль сказать и действительно уйти с этой темы это то что когда тимур говорил что как сони будет платить сони же заключила с майкрософтом очень интересный документ который наши гаражуры такое ощущение что вообще не читали они заключили меморандума взаимопонимания что это значит значит что сони получает как бы обычной технологии microsoft но в обмен они дают свою дату по сенсором по всяким вещам технологическим которые они разрабатывают и это дата будет в том числе microsoft им использоваться для обучения искусственный интеллект азура поэтому мне кажется там вот именно так а у такого рода какая-то экономическая договоренность есть то есть сони дает что-то свое не связанные с играми microsoft дает свои облачные мощности и настолько серьезное там сотрудничество по уровню что писали же сми и по моему даже наш любимый шраер что playstation вообще за бортом этих переговоров оставили потому что уровень выше чем playstation мы так насколько мы поняли разговаривали людей из высшего до из высшего совета sony именно самого себе да поэтому вполне допускаем то есть и но короче ребят давайте мы так скажем от общих вещей перейдем конкретики в общем то мы хотели обсудить что нам запомнилось на и 3 из каких-то вещей что-то после что-то по-быстрому что-то наоборот помедленнее поподробнее и соответственно что что плохое что хорош вот ну вот например смотрите я расположил все так скажем там по степени важности но вы тут добавили например видимо для кого-то из вас было очень важно новая игра по звездным войнам там не было очень важно дело в том что на конференции ей показали много показали много спортивных игр показали там новую фифу новый мэдден новый нфл казали новых sims все это можно было не смотреть на конференции единственное что можно было посмотреть это ролик именно новых звездных войн star wars павший орден как вот там fallen орден короче и с ним есть несколько моментов первый момент во первых игра выглядит говно в этой демонстрации важный момент в демонстрации на конференции электроника дело в том что после того как она вышла люди такие ну как-то 4 ерунда какая-то неинтересная фигня дешево как дешево да и все не то и не так все и в общем чуть через жопу после этого вышла превью от game informer где чуваки писали что они ознакомились с игрой в игре во первых не все такие миссии достаточно линейные не все настолько плохо сделано есть корабль на котором ты там будешь по разным планетам путешествовать корабль постоянно до апгрейдить постоянно что-то делал то есть игра выглядит как такая полноценная я даже сказал rpg ну то есть это понятно что так что от вечера ну да наверно короче не коридорный action да не on chart а потом по поводу боевой системы сказали что то что нам показывали это на бываю система как бы не прокачанного персонажа потому что дальше будет тип круче но с этим можно спорить но тем не менее так вот помимо той демонстрации которая была на собственно самой конференции они выпустили еще ролик который можно посмотреть у нас в канале в том числе есть и там игра выглядит немножечко по-другому там показывают на микрософтовской конфе было там показывать несколько других моментов например когда там главный герой пытается там шага ход по самое сломать и ты знаешь вот я честно сказать сначала был очень скептически настроен к фолькнорду не оказалось что это какая-то игра на такая недоделка но теперь я ее с осторожно жду то есть я могу сказать что мне интересно было бы в нее поиграть если что меня смущает это звездные войны звездных вот я люблю не очень как мы знаем а дроид цыпленок тебя не смущает нет я принесу свою копию лиментированную меча дарта вейдера чтобы тебя и по tcp айпи улыбать пока макс идет короче за ней я могу сказать что вы знаете я что-то смотрю на эти звездные войны и почему-то они мне не заходят они мне кажется довольно вторичными как будто это взяли uncharted совместили с как он назывался этот the force unleashed вот и в общем то вот как будто реально uncharted force unleashed это в общем-то ну это была хорошая игра но мне даже нравилось вот но мне почему-то не очень нравится то что вот показывает сейчас как бы я понимаю каждую свою чем мне не нравится вот я фанат звездных войн я как раз целевая аудитория схаваю любое говно если она минимальной степени приличности как бы по звездным воинам я ни одну из новых игр не купил потому что они все ну смотри вот даже взять fall in order чем люди за что люди очень любили джедай академии который до сих пор народ играет я буквально позавчера проверялся в аке джедай академия был большой упор на то что эта игра про фехтование про чувство именно того что ты джедай и про совмещение очень хорошего шутера от первого лица по меркам времени собственно смаханием световой шашкой но три паблик команда это очень хороший тактический шутер то есть первую очередь все хорошие игры позвы были не просто играми позвы а хорошими жанровыми играми и на них надевали потом с этим звездных войн он к ним хорошо ложился и все собственно любили в них играть за это то есть все мы помним что были гонки классные на 64 что были стратежки хорошие позвы там импайра твор и так далее а проблема конкретно фолин ордера на мой взгляд она такая вторичная не потому что она про звездные войны а потому что она вторичная как игра и звездные войны здесь выглядят абсолютно также вторично потому что здесь в общем-то не сильно нужны какие задачи это решает то есть вот с этим задачу продажи игры как можно большим количеством игроков на и даже зампелла же проболтался в каком-то интервью по моему даже интервью game информера что изначально фолин ордер не был игрой по звездным войнам я вполне в это верю ну насчет того что она не игра по звездным войнам я верю слова потому что все таки где еще бы ты нашел световые палки представь себе что палки не световые не световые а обычные мечи из катарсиса да простите слишком много лора ну возможно но и я к тому что игра выглядит может быть средненько но скажем так она не выглядит как ее заклеймили там адским говном типа который невозможно играть типа того и прочее она выглядит как игра такая значит на семерочку на семерочку и 7-8 до типа того ну в общем то ждем короче море джин аксессии да игра на вечерок короче такая я хотел сказать на самом деле конечно наверное самая значимая вещь которую в общем-то все запомнили даже те кто вообще в игры не играет мне реально писали люди типа а чё там чё там е3 кьяну риск какой-то игре короче ну да короче все такие да чё-чё-чё за игра то вообще чё куда короче какой-то там киберпанк это это что это что это ты ты читал ты смотрел люди которые прям очень далеки от игры вообще вот и как бы я разъясняю что к чему кстати к вопросу о киберпанке это одна из тех игр по которой не показали геймплей то есть его показали журналистам его показали там о всяким ритейлером партнером и тому прочим но закрытыми дверью его покажут вот этот геймплей да и вот эту дымку который сейчас кого показали и покажут только в августе в августе на games код там 50-минутная демо который показал журналистам могу сказать с него очень много всего утекло о чем там будет речь мы можем сказать что про киберпанк например уже примерно известен его сюжет то есть история в том что главный герой получает в мозг чип с якобы заключающимися секретом бессмертия да и в мире игры пропадает мне кто джонни джонни свитер хэнд его игроки краски от джонни мнемоник да и самое смешное свитер хендом то что это персонаж который не просто там для камел да его взяли там типа как обычно бывает как обычно бывает да там пару раз появился и все нет он будет почти почти на на вторым по количеству диалоговых строк в игре то есть киану риф там очень много всего озвучил 15 дней в праве студии да и это будет некий образ в голове у главного персонажа который будет с тобой ходить как компаньон то есть он будет тебе говорить какие-то истории объяснять там лор объяснять еще что-то и так далее если вы играли в batman arkham knight то там таким протагонистом был что смысле игра за какого года 2015 да но это и все равно ты спойлеришь сейчас прямо жирно тем там был такой же протагонист который помогал главному протагонисту скажем так да 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 аккуратнее аккуратно можно и на бэтмобиль присесть знаешь короче по киберпанку что можете сказать я могу сказать так что я прочитал практически все что там описано и моей голове то что я прочитал плане впечатлений и каких-то фактов того что происходит в игре совершенно не бьется с впечатлениями некоторых журналистов которые говорят о том что ну стрельба конечно более или менее но игра скучная короче написал только один ресурс этого урок пейпер шотга на это известный покори говноеды просто ну знаешь такие кристаллизованы не просто покори говноеды еще и адские тролли рпс читать не надо в данном случае воспринимать но по крайней мере мне очень понравилось то что я прочитал вы можете почитать там мы ссылку дадим на то какие в общем то вещи там как бы можно увидеть в этой игре ну там знаете как бы огромное количество подробностей о том например что вы можете проходить игру не убивая никого вообще то есть это такой настоящий mercy всем что вы можете по сути менять очень сильно своего персонажа причем уже после того как его создали например и кстати когда вы знаете можете создать себе транс трансгендера может натурально создать бабу с членом вот эти восьми полов ты хочешь себе кстати с членом вышла небольшая заминка всегда хотел смешать писал сказать это подкасте членом вышла небольшая заминка из члена вышла заминка и поэтому я нахожусь в этой ситуации минуточку у нас тут хакеры взломали нас во-первых битс байдет занес на 100 рублей впервые смотрю вас лави слушай современка каста ребят вы лучшие при этом узбекистана стыдно за равон работа эта машина к на которую я жаловался потому что на ней все заваливались на права как и наконец джонни silver hand занес там 2077 рублей let's bird is the ground спасибо джонни я кстати сдал на права и получил пацаны короче с членом вышла небольшая заминка дело в том что как правильно пишут в чате ну как небольшая ну да и как раз таки именно что сиди проживут работает с nvidia естественно в новой пока версии игры будет ртx членов физикс ртx будет то есть отражение на головке члена будет как ты увидишь отражение на головке члена дима и пишет что для того чтобы максимально погрузиться у вас будет вид от первого лица дима самого первого просто но короче а к чему я говорил вообще я помню что прошлом выпуске в прошлом выпуске дима рассказал нам о функциях гринда будем скрывать эту тему где мы летающие машины ладно на самом деле кстати я хотел просто добавить по поводу подробностей в самой игре что большом дима который показали там что-то 50 минут по моему там раскрыли огромное количество информации кого-то о том что будут фракции как эти фракции будут влиять там на мир причем они гейм-дизайнер рассказал о том что большое количество вещей которых вы будете делать у вас не будет типа найти прямо подскакивать надпись типа там этот чувак запомнит это это очень сильно повлиять на игру он говорит вообще ни хера такого не будет у вас может в конце какая-то вообще дичь произойти и вы даже не будете значит на самом деле вы сделали какую-то штуку когда-то там где-то там который вообще не очевидная штука и она очень сильно повлияло на кабана только как у вас развивается что в третьем вельмаке 1 это было ведьмаке 2 это было и ведьмаке 3 это был там так это и работает да там действительно не отсюда не очевидные цепочки некоторые ну ауткам и ну как были по-русски сказать некоторые итоги невозможно предсказать у некоторых квестов в том что не знаешь какие переменные составляют результат поэтому гружайтесь в лор да ну в общем то кроме всего прочего конечно там очень классно проработано все окружение огромное количество очень интересных различных вещей которые вы можете увидеть которую канате как этот м бен стори тэйлинг когда вам реально будет рассказать что люди увидели хочу рассказать эту историю я не могу чем-то в общем в общем история такая nvidia решила попиарить rtx в киберпанке и поэтому как бы выпустивали несколько скриншотов где показывают как классно работают отражения и одно из отражений это было отражение рекламных плакатов в торговом центре и на одном из рекламных плакатов нарисована женщина а у нее в таких больших трусах огромный такой кибер хуй серьезно не он его прям видно и все такие они хуй не с той стороны нарисовали пидорасы не там претензия была не в этом претензия была в том что типа это выглядит десторбинг то есть потому что это типа слишком сексуализированное и нереалистичное изображение в транс типа транс сексуал я хочу всем этим комментаторам предложить сидеть талант во первых вот а во вторых в общем то как бы там очень хорошо разработан концепт артистка дизайнер персонажей дизайнер дни дизайнер именно вот это вот его окружение который рисовал собственно эту рекламу ускал что в общем-то цель была в том чтобы это сделать на эти хорошее выражение на английском языке называется on set link то есть типа чтобы она у вас вывел из равновесия вот ну то есть как бы типа чтобы она была так скажем вас так скажем по заставил беспокоиться нет но и это правильная позиция мне больше понравилась история как в твиттере писали что типа все люди так хуесосят людей за изображение члена девки в игре как будто если бы они были в киберпанке 2077 году они бы себе такой член не отгрохали да кстати тоже дальше сиди пиар очень правильно вы поймите мы показываем вам суть киберпанка вообще как сеттинга что наша в нашей игре тело это товар которым пользуются корпорации как хотят и в общем то то что вот так вот изображать да это гипертрофированное изображение а ничего что у нас с этим в целом гипертрофирован ничего что у вас в руках ебаные клинки блин встроена торчащие да вот может как будто член нельзя встроить себе какой хочешь три члена не хочешь который меня очень сильно посмешил это то что я не помню кто по моему тоже рпс или ресотера доебались до того что ой какие-то гаитянцы в игре очень стереотипные общаются на таком смешном акценте вот разработчики опять в своей польше видят негров как будто они там все такие себя на деревьях сидят а на самом деле дизайнер киберпанк автор настольной игры который консультирует разработчиков он чернокожий на секундочку там еще интересная история то что сеттинг же киберпанка 2077 он основан на одноименной настольной игре в этой настольной игре довольно большой лор то есть который правда читать там изучаете прочее просили хоть сейчас смешно будет и там сеттингом история в том что там есть некий район который должен был быть в настольной игре такой лакшери вейпе ну короче рублевка в которой типа все хорошо все прекрасно и там живут типа как это ну таки не вернули то местная элита да а в сеттинге 2077 киберпанка который как бы но происходит после событий настолке там произошел если не произошли несколько финансовых кризисов и этот район стал районом трущоб вот и вот люди успели доебаться даже до этого момента то что типа какого хера в игре в которой как бы у тебя ну есть лакшери вейпи район белых да как бы ты делаешь из этого белого района район для поэрт-реканцев там гаитян а то есть углетать и докос я не очень понял логику если честно я то я ну то есть и ты ты как бы говоришь о том что вот есть район который богатый в нем жили белые так а вот есть район бедный так в нем живут уже не белые понимаешь ну да но это вполне обычная ситуация но это же как бы ну ухудшение да как 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 может быть так что как это короче я могу сказать я в яру сиди проект red так как они поляки они наткнутся на все возможные просто вот вот такие вот кибер хуи да на которых можно только наткнуться потому что они ну просто не понимают иногда повестки которые сейчас там происходит в америках и прочих и они хорошо все понимают просто у них люди они могут отбрехать работать европейцев и американе они могут отбрехаться но они стоят за юзер база и понимаешь у них юзер база огромная который берет и говорит да пошли нахуй короче вы все равно куплю эту игру и здесь еще вот я хотел о другом сказать там же была на секундочку человек с фури на аватарке это я это даже не треть мнение это 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 пятая часть как бы и там человек на полном серьезе делает титр трэд причем очень правильным языком очень хорошо доходчиво аргументировано уходит в такую дичь просто что ты сидишь и просто ёб твою короче да 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 я помню это я вытащил этот вид зачем и человек короче говорит о следующем что вообще вся эстетика киберпанка если вы смотрели фильм кибер угну blade runner если вы смотрели всякие там различные игры в том числе вот blade runner текущий вот это одни блэдранрата cyberpunk все время хочу заменить друг другом ну вот то вы можете заметить сколько там японских названий японских корпораций и прочим все это проистекает из панических настроений 80-х годов когда в сша боялись что японцы захватят сша они боялись этого и из-за этого так как они это боялись все что был японская это было типа угнетение потенциально угнетение японцев боязнь того что японцы будут угнетать сша и и вот все что вы сейчас продолжаете это делать вы продолжаете вот этот страх стереотипный страх перед другой культуры это ксенофобия там все сидят такая ебать просто ты чё там курила как бы и там не понравился пришли социологи даже к ней как бы и социологи и пишут как бы ты понимаешь что вообще вся эта история с киберпанком и японии она проистекает из произведения типа там гостин дешилл там всякие акира там всякий баблгам кризис но в том числе как бы ту мангу который там делали в семидесятых годах там вот так вот и большое количество вещей было написано в 70-80 годах в японии из чего черпался впоследствии весь вот этот вот киберпанк акира там и так далее короче и там вот в 90-х годах он там вот уже двухтысячных сейчас все это выстроено на эстетике как раз таки азиатской потому что очень много азиатских авторов привнесло свои какие-то так скажем почти каноничные плоды именно вот вот эту культуру киберпанка который людям нравится и ее тащат как бы вперед потом не потому что она в общем-то кажется там типа культуру угнетателей а потому что эта культура которую людям ну вот вот это сочетание традиционности типа девушки в кимоно и как бы полного неона там везде и голографии вот это сочетание традиционности и вот какой-то технологии для людей это очень важно потому что она настолько странная она настолько для них необычную что это олицетворяет как раз будущее который для тебя странные необычные того чего ты не понимаешь по нам уже время узнаваемое за счет старых знакомых образов ну да то есть у тебя как бы там какая-нибудь там китайская там японская маска какая-нибудь древняя там крутится в голографии или какие-нибудь в древней маске у тебя роботы какие-нибудь у которых там руки во все стороны там разлетаются да естественно для людей это настолько как бы вот когнитивный диссонанс создает главе что они такие но это точно будущее и вот этот образ у настолько яркий как бы это животными настолько именно поэтому так круто я кстати напоминаю вам что фильм по актере уже утвердили и его будут снимать и он выйдет и зачем-то будет еще снимать тайка войти теперь всем при этом я считаю что он страны он идеальный кандидат режиссеру после после того как тайка войти снял тора 3 я считаю что он идеальный кандидат для аки ну конечно на аки ru да которая вообще сюрреалистичным максимально ну ладно не суть суть а в том что киберпанк действительно был звездой этого шоу как в общем-то и прошлый е3 и при этом киберпанк не приехал с геймплейной демонстрации а вот кто приехал с геймплейной демонстрации кто реально поразил людей и показами закрытыми и показами открытыми и в общем-то практически весь скепсис у нас исчез это ремейк final fantasy 7 а потому что вообще мы думали наверное все трое что получится но какая-нибудь фигня получится final fantasy 15 только с героями 7 финалки на самом деле ты знаешь мне то есть все люди абсолютно хвалят это одна из самых любимых игр среди игрожеров этом почитал несколько превью эти люди которые уже прикоснулись к игре они говорили о том что это как резидент и в л-2 ремейк и финал фэнтези вдруг внезапно перезапустили вот тоже такое же ощущение что это реально хорошая игра сама по себе они просто потому что это ремейк там культовой игры старый ну вот и и это все хорошо и прекрасно но у меня есть несколько так так назову я по-тимуровский консертов несколько консертов консертов я сказал я поправился сомнение ладно хорошо есть несколько сомнений во первых они очень хотят превратить финал фэнтези 7 в некую такую франшизу которые будут которые они будут развивать годами просто потому что вот эта полноценная игра финал фэнтези 7 ремейк первая часть как бы огромные истории они расширили всю историю на нее немного переделали они там переписали сценарий сюжеты диалоги и ну и так далее потому что ну понятно прошло много времени но при этом игра будет охватывать только тот период который в предыдущей игре был в битгаре то есть это даже не то что серединка это начало наверное первого диска процентов 25 игр да 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 то есть как бы это очень мало если представить что они будут дальше выпускать следующие части и делать в них дословно все то что происходил предыдущих то получается что весь вот все игры серии фэнтези 7 мы получим наверное году так 2027 ну то есть не раньше я так уверен а ты оптимист ну хорошо 2030 движок есть общее видение есть поэтому принципе есть маленькая надежда что все-таки ты сразу закладывает два два три года между этими играми сразу законовый в принципе да и но радует то что конечно ближайшая игра уже все-таки выходит у нас вот прям вот сейчас она выходит через полгода по сути и это конечно круто но с другой стороны мне единственное что вот чего хотелось бы еще сказать что конечно все журналисты хвалят игру за что не то что-то типа она как типа хороший ремейк да хорошая игра а то что это хороший поклон в сторону старый в старой игры потому что они явно не хотели переносить вот этот полностью бой который был сделан пошаговый пошаговый и они сделали некую типа смесь этих боев то есть у тебя ты ходишь и и башишь там как файл фэнтези 15 обычным ударом мяча то есть ты просто машину типа ударяешь постоянно кнопку нажимать кнопку и тебя раньше до уворачиваешься прыгаешь такой но по сути это как скажем филлер перед тем как ты сможешь использовать способности потому что тебя та же самая из полоска и тебе актив time battle как она была в оригинальной седьмой части она у тебя заполняется и тогда ты можешь использовать эти способности останавливается время и ты можешь да но такая болезнь чем до боли так довольно тактическая такая дата тактическая пауза такая и ты можешь типа соответственно периодически выбрать разные персонажи то есть ты можешь и для вот этого так активной фазы где ты просто атакуешь типа постреливаешь такой и для более серьезно более серьезно фазы поставим меня персонажи и говоря что в принципе в начале конечно можно пройти и просто всех рубая мечом но это стартовая локация игры естественно потом конечно это уже не получится сделать я напомню вам что большая часть самых простейших боев файл фэнтези 7 в обычный тоже проходила за счет то что просто жал атак 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 все короче но как бы какие-то серьезные бои конечно это уже не получалось делать вот и поэтому здесь будет то же самое но сама камня говорят что очень хорошо развили персонажи то есть те персонажи которые были безликими очень быстро попадали типа джесси big the watch напоминаю вам что это персонажи которые в том числе часто присутствовали в других играх но только просто и на их обои присутствует их заводжали заразу ли даджейси от этих звездным войнам кстати бикси в это пилоты из эскадрильи развода короче но в общем бибик заводжи вот они присутствовали очень часто и сид на полном тоже присутствовал в практически в каждой игре вот и вот им дают нам намного больше слов намного больше возможности высказаться позицию какую-то и в общем-то я что довольно классно кстати я посмотрел на актеров озвучение еще и америка американская часть версии игры и они тоже там такие типы нормальный профессиональный актер не кучу всего озвучивали и вообще голоса принципе адекватно звучат и говорят что диалоги тоже они адекватные потому что например там был один из моментов говорят как хороший такой пример диалога в игре что типа баррит говорит клауду что блин а чувак ты чуть типа не слышишь как планета плачет тот говорит типа а ты слышишь он говорит да конечно тебе надо обратиться к врачу и говорят что вот таких диалогов там много и они прикольные поэтому короче я еще я если честно смотрю очень позитивно после вот этих вот отзывов я порадовала видео геймданки записал свой ролик что типа вот наконец-то выйдет ремейк финал фэнтези 7 и наконец-то вы там 30 40 лет не мушки поймете какой же говен и в ней был сюжет ну кстати не факт потому что его могут реально хорошо переработать но например заметьте кстати во всех трейлерах показывается момент того как айрис преследует тени как вы понимаете ее преследует тени вот те самые типа клоны сифирота неудачные которые имеют некуда скажем духовную составляющую и вот первой части игры этого не было тени эти сарис появились только середине второго диска когда она попадала в храм древний вообще не помню эту историю на него ну когда он попадал храм древних кстати там не было вообще самого аппетит сифирот был но ты его не видел цифра ты ты первый раз встречаешь физически на корабле когда ты плывешь там же все это во флэш привешь в рио дельсоль все было флэшбэках а здесь они просто перестали вынесли тыс флэшбэков и до забавили его просто как персонажа это реально хорошо сделано это переписаны хорошо сценарий другой вопрос в том что это опять история про то что планета плачет посмотрите фильм фэнтези спирит вызвен посмотрите какая идиотеет он происходит и вот примерно то же самое будет происходить 7 если только они поплачут да если только они полностью не переделают сюжет но как бы надеяться на то что это будет прям просто охерительно нет я я считаю что игра будет клевая а сюжет будет ну такой как как в японских играх такой обычный знаешь типа как я очень-очень надеюсь что хотя бы будет дух сохранен потому что говорят что как минимум все безумно радовались тому что клауд ведет себя как мудила вот потому что он же реально ведет себя в оригинальной игре как мудила а когда его начали обыгрывать вот эти всех адвент children и и прочим говне вообще я что не канон как бы полный вообще сани он ведет себя как м а такое да у меня очень это беспокоит ничего не знаю что делать очень то все куб я должен подумать он не очень грустно как бы я печально вот я считаю что вот очень хорошо очень круто что его верну вот вернули клауду нормального адекватного сам ты нормальный один children говно ссаны и просто продолжение тоже головного не жми очень нравится тут у нас отличный комментарий айрис стив и секс будут вечно в моей команде спойлер же на кому он не все играли что 20 лет не давности что же вы такие но в 1 1 части final fantasy 7 первом диске вы точно сможете походить и с айрис и с тифой и все у вас будет отлично ладно пацаны следующая новость довольно важно которому хотели все тоже будет отлично да да на ну как как это ожидалось собственно все это предвидели прошу прощения представила новый xbox подожди 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 а вы вы как-то очень быстро ушли от конференции скворечника мы не говорим про конференции мы про конкретный проект если ты не я просто потому что у нас как что нам именно понравилось как бы что больше всего зацепил у кого-то в порядке уже ты перемотал на не не как бы там же все написано я говорю я пришли ты не читал что ноута но иногда стоит это делать короче пацаны новый xbox пока что называется project scarlet как он будет называться на релизе xbox 2 xbox 3 xbox infinite xbox еще чего нибудь как бы не их был за тупо очень 3 тоже но они они явно они явно откажутся от этого на 20 москов дополниваем что же как происходил нейминг xbox вана он назывался one потому что у тебя в одном устройстве есть все tv sports tv sports sports tv и и и и годная игра райс как бы вот так происходил нейминг собственно еще кино 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 вот короче все у тебя в одной консоли сейчас у тебя будет консоль которую нужно назвать как-то по-другому потому что в ней например одна из вещей который в новом xbox и пацаны они очень правильную штуку говорят о том что мне порос начать вариант xbox инфинити и супер иксбокс супер иксбокс x альфа до 64 до короче пацаны чтобы вы понимали четыре поколения xbox в одной консоли четыре поколения так прямо говорят четыре поколения короче то есть вы сможете поиграть в любую игру три звездочки после этого слова с любого пока вот любого поколения xbox а вот почему три звездочки дело в том что каждую игру который добавляет backward compatibility в xbox one и в новую консоль их делают вручную у microsoft есть целая команда разработчиков который сидит и допиливает игры но делает по сути персональные эмуляторы под каждую игру чтобы она нормально запускалась на xbox one и и это чинить некоторые проблемы потому что например на данный момент сейчас x для xbox one есть там порядка 600 игр которых xbox 360 который можно запустить его встречат их и xbox обычного можно запустить там но они взяли сказать что мы больше не будем делать то есть типа все вот но не добавили самое основное я бы так назвал остальные видимо малопопулярные совсем ну вот да типа те которые есть и есть короче теперь это не будут работать над играми для вот project scarlet вот и все там начинают бомбить и говорит что это же не настоящая бы кодка compatibility и вот это все короче на формально она есть формально она есть да ну теперь как можно что сказать playstation типа что у вас нет игр с playstation 2 и playstation 1 и playstation 3 все идите в жопу короче и что интересно короче пацаны они тоже говорят red racing 8 к вот это все но и домашку только чтобы училка не заметил не там поразовала история что они показали в общем-то ну то есть рассказали характеристиках но смог консоль не показали кто-то откопал твит по-моему лари херба лари гриба до рбд хриба херба херба помнит который комьюнити менеджер дали кто он там сейчас я уже забыл ческать хедов маркетинга между бруя коллега который он писал 2013 году когда показывали playstation 4 и тоже там история была в том что и просто рассказали характеристиках но саму консоль не показали он такой да действительно рассказать характеристиках но не показать консоль это выход дам для некоторых до этого и кто-то нашел это в 2019 году я могу сказать что некоторые виды очень плохо состарились конечно кошка что с тобой кошка просто подтверждает все иди погулять говорит xbox говно ладно короче из бокса стали классная консоль и я напомню вам что они делают точно такую же ставку как и playstation город основной маркетинговый пуш о том что игры запускается мгновенно что игры не просто пускать мгновенно они где работать на ssd все будет очень круто работать игры будут работать до 120 fps напомню вам что далеко не каждый телевизор и монитора сейчас позволяет мне давно штамм типа 120 fps и там четыре звездочки потому что не в 4к 1 8 к не все игры не будут и только там допустим для виара для индивидуально это еще 5 звезд ну то есть ты что но я могу сказать что например вот у меня странная в этом плане ситуация потому что у меня например есть вот лжишный олед которого матрица обновится 125 как раз вот он типа лжи олед b8 а почему у него у него старенький hdmi как ну как бы посту не старенький как бы да но у него есть время который не позволит ему запустить на прав 4k 120 в 20 герц никто не говорил про 4k просто горя 120 fps 120 fps блять любой пк-шник тебе скажет что это вообще не проблема да почему иди говно в любой игре ну то есть там если у тебя более-менее нормальный грузович ведь мака до switch настроек а у тебя 144 герца бегает то есть проблема 4 можно запустить любую игру там в режиме там даже не картошки об медиуме каком-нибудь и она будет идти не 60 fps а там в два раза паре пофиг порезал эффекты хуекты там сглаживание и разрешение короче всю тебя зашибись все работает может даже на обычном playstation 4 это сделать но как бы давайте посмотрим чего не анонсирует чего не скажет и главное какие телевизоры ну кроме 2019 года те которые были выпущены вот только сейчас челк какие-нибудь поддержите но ты опять же груза ваш о том что какая разница какого какая герцовка будет на твоем экране как бы она будет там 60 герц и что за у тебя игра будет интересоваться fps клево мне будет мне кажется скажешь что как бы это клево чем чем удал тянем пудлак меньше ну типа да то что но мне больше что пора скачного фраза о том что он будет мощнее в четыре раза чем xbox one x не так нет именно так for power нет именно я разбирал этот момент я специально лес на технарские форумы и они тоже не дураки они сказали у нас процессор будет четыре раза мощнее да потому что ягуар полное говно а собственно 2 говорили мне про кпу это точно ну может ты если ты мне не веришь можешь переправить я тебе не верю что я слышал это прямо в онлайне как бы я тогда прямо услышал четко что-то в четыре раза он так и говорят xbox one x в четыре раза стану типа не сказать что он слабо мощнее чем четыре раза чем дать по processing power это не то же самое что мощнее сам короче никто из них не выпустил пресс-релиз о том что типа это не так это маркетинговый был щит что же тебе его специально но они не могут напиздеть потому что им за их за микрософт не может напиздеть а я боюсь что у их будут после этого как бы там катать по судам и это немножко стартой будет катать по судам тимур не преувеличивает тоже знаешь сказать о том что у тебя там что-то мощнее ты ты забыл историю с blast processing которая была у сеги забыл эту историю что за глаз ты не знаешь эту историю о это замечательство дайте вам расскажу это ликбез из-за на восьмидесятых короче было super nintendo которая была мощнее скажем так чем сега genesis вот но маркетологи сеги как бы не дураки они придумали историю blast processing что такое blast processing никто никогда тебе не объяснял за счет но за счет того что эта фраза звучала очень хорошо можно было в рекламе говорить что в отличие от конкурентов вы в приставке от сега используется blast processing и такой соник наш бежит из левого кадра вправо это же просто я могу тискать так что вы можете говорить сами все что хотите короче но я смотрю уважаемые здания типа синая арс техника вёрч гиз модын гаджет венчур бит короче евро геймер все пишут что просто новый project scarlet будет for times of the power of xbox one x а сколько что я могу довериться мазарецкому короче но я доверюсь больше у него пожалуйста ради бога окей я ее закончил но вы имейте ввиду что xbox one x это 6 тераплопс у этого будет умножить на 4 сколько 24 24 трофобс это много вообще никогда 24 тераплопс это мощность профессиональной видеокарта которая стоит 4000 долларов через год этого не будет просто 12 трофос будет через облаков тоже непонятно почему тебя смущает максимум будет 24 тераплопс и что не будет потому что эту консоль надо продавать за 500 долларов например не что берешь продаешь убыток себе и все как ps3 продавали в свое время и чё поезды вроде не загнулась ну как тебе сказать проблема в такой не ловкое молчание потому что никто не понимает что это значит действительно никто не понимает что это значит а проблема вся в том что я уверен что в этом заявлении есть какая-то сноска потому что в четыре раза мощнее xbox x да в чем в общей силе нет просто они специально сказали так заувалирована чтобы у тебя не было к чему придраться просто четыре раза мощнее чем xbox one x все это явно не суммарная мощность берется вы же должны это понимать чем угодно можно по туда выборочный параметр я про это вам попытаюсь берем блок питания сколько там да он все три раза мощнее киловатт ник вот четыре раза мощнее все мало я знаю одну компанию который кстати киловатт ник не так давно поставил на терку и вышло вообще отлично я короче мог с тобой не согласен пока вы с друг другом не согласны можно я зачитать носики давай твое лицо в отражении головки члена занесло вам 100 рублей ненавижу современные технологии как я тебя понимаю чувак спасибо тебе большое президент фан-клуба кинофильма джон картер за неподобающее поведение на стриме предконференции microsoft включить тимур си фирм люкова из наших рядов кивеням собачьим и занесло на 50 рублей спасибо тебе чего президент фан-клуба кинофильма джон картер тимур президент тебе надо меня исключать не знаю ты про жены карта что ты сказал за каждый год смотрю бы джона картера ты чё и членский взнос за то не плачет наверняка членский взнос были давайте не будем начинать это узнаваемое будущее занесло вам 100 рублей размахивая членом выкидуха и с высококачественным отражениями спасибо узнаваемое будущее юзера и занесло 100 рублей от лексусы киберпанк на 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 спасибо и борода максима занесла 55 рублей ниндендо бесежда минольта да сколько блять это будет продолжаться бесежда просто максим коверка и каждый раз слова бтс бесежду зато в другой раз если на нас когда-нибудь попадут в суд из какой быть компании типа бесежды мы можем сказать что это как бы мыть него не про вас это не про вас было вообще говоря кстати про характеристики иксбокса а понимаешь тут можно долго говоришь на четыре раза мощнее но дальше состоялась демонстрация его мощности то что кстати sony не сделала якобы новый хейлой который хейлой инфинит он будет он считает вам xbox но новый xbox xbox scarlet и поэтому кстати scarlet это не название консоли это название проекта в кокурочек скорпио был помните да да мы его не знаем и хейлой инфинит показали естественно не игру это был просто не в моде на этой конференции показали кат-сцену на движке она выглядит ну не обижайтесь она выглядит средне все она выглядит как нормальная трипова игра текущего поколения не не выдающиеся как какой-нибудь у вас два не ужасно и нормально слушай но она и не выглядит в общем-то как игра на были просто как кат-сцена мы сам мы саму игру то не видели как бы потому что геймплея нет а и выходить через год и это самое главное моя проблема то есть они выпускают хейлой через год у игры уже должен быть вертикальный слайс наверное они хотят на запуске консоли эту игру продавать то же самое гирзу for новый который там показывали все не показывали потому что гирями было вообще смешно сначала показали какой-то в невнятный тизер под беляшика при рендеренной беляшик это беля и лишь потом значит показали рестлеров которые сидят под сценой и должны скоро поиграть в гирзу фор потом операторы быстро выпиздывали из этого помещения что радоваться как у нас на стриме писали люди это почему не показывает тех людей которых цены сидят они что там а из компании гирзу for игра выходит в сентябре я напомню сейчас июнь середина не показали ни секунды вообще до этого же показывали кат-сцены помнишь не сейчас а дождь они боятся утечек каких-нибудь спойлеров и чая я думаю просто они провели плей тесты и здраво оценивают свои возможности вот и все и знаешь и типа давайте лучше мы мультиплеер будем показывать тут примерно так это у вас не знаю же сувор почти всегда кстати мультиплеер поначалу показывали сказать они за три месяца релиз я почти не сомневаюсь в гирзу for и а вот с хэлла у меня большие вопросы потому что ну несмотря на то что ты такой типа как бы мягкий перезапуск но то есть как бы вроде и продолжение истории а вроде и не продолжение истории то есть как бы вроде просто другая история про мастер чифа но история в другом то что это же по сути не эксклюзива никакого xbox а это все игры которые выходят на пока ну то есть как бы это эксклюзива не ходит на платформах майкрософт майкрософских платформ надо вот так что для нас обладателей пика наверное это хорошая история то что и хэлла и гирса фора выходит и это вообще замечательно и прекрасно к тому же тут недавно была история о том что хэлла мастер чиф коллекшен выйдет на пк и там говорят что рич например не просто взяли ютуба портировали а прям конкретно хорошенечко сделали как пока шутер то есть там есть куча с проблем связанных с портами для халла мастер чип коллекшен потому что там все время переделывали их из корявых портов гирбокса и поэтому огромное количество эффектов первой части игры в ремастере исчезла там или типа в очень херово пока ну очень херово игра работает в некоторых местах и там баги перенесли все оттуда и это на самом деле глупо потому что ну как бы нужно было типа делать новый порт или типа хотя бы править баги там проверить куча визуальных багов и кстати вот это конечно грустно то есть она я попаду вот как со стороны во мне иксбоксера хочу сказать что я бы например конечно поигра в холл инфинит но я единственная халла за последнее время которое попустил это халла 5 потому что я играл очень терял речь играл и в речь и в четвертой короче их всех проходил вот и как бы из есть инфинит сделают действительно как они обещают такую игру типа аля destiny но типа как вот во вселенной халла то принципе конечно я бы может быть поиграл мне кажется может быть даже классному интересно выйдет на xbox one грубочный как вы считаете я думаю что выйдет в чем у меня не просто на тоже кросс генова мне кажется она будет везде до нормальное явление опять же не забывайте о том что как бы знаете как это шутили раньше вот есть игры которые пойдут на xbox one на минимал очках игры которые пойдут на xbox one x на оптимал очках и игры которые пойдут на ультре на вот но в xbox но это будет одна и та же игра по сути ты мне хочешь рассказать что если ты возьмешь коробку с более дешевыми комплектующими то игр будет выглядеть менее детально а если с более дорогими и там стоит операционную систему от microsoft что же мне это напоминает на что-то похоже действительно еще был питательного вас ладно короче мацаны ждем hollow infinite аккуратно вот и в общем то без каких-то проблем то есть у нас тут еще показали dark souls 4 вот и причем dark souls 4 кто кроме всего прочего пишет как это было в слухах джордж мартин и почему-то он называется элден ринг да по какому-то странному в течение обстоятельств но довольно реально странный момент то есть как бы игра читая от from software вдруг внезапно не dark souls странно дим я бы на том что мне показывал трейлер этой игры на нашей трансляции я вспомнил что нам команда идут они входят вообще ни одну игру японского издателя нельзя показывать на стримах потому что даже если это самая засанная игра просто которую играет три с половиной коллеги тебе обязательно приносит копирать страйк я покажу скриншотики вот так вот соси нам командой они называются на делают ее from software создатели dark souls создатели болот боли его бы отборным да создатели секера дальше все дает вайс и всех прочих игр ну как вы и так их все прекрасно знаете элден ринг называется джордж мартин пишет к ней якобы сценарий но я так понимаю что его участие ограничилось исключительно консультациями я я так понимаю но посмотрим что там будет вроде как это будет история про несколько королевств которые как бы пришли в упадок из-за того что есть некое кольцо которая из которой все передрались метод сильно напоминает толкина но это дважды иронично учитывая что в общем-то мартин толкина недолюбливает так вот ирония в том что как раз он это и пишет да 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 но мы на самом деле осторожно ждем единственное что я могу от себя лично сказать что мне игра from software настолько заебали что я в ней даже играть не хочу смотри они говорят что это будет их самая крупная игра с точки зрения масштаба что там будет несколько королевств что нам будут на лошади можно скакать меня вопрос когда там появится ядовитые болота вот и когда там будет знаешь такой меч который как бы когда полноуния он начинает светить но ты знаешь я думаю что там самая начало такое кольцо скорее всего будет такое не хочешь даже щитами дима я уверен что если я и буду гореть волна ринг то я поставлю себе ссука читы чтобы у всего ёбаного интернета бомбила просто и было на в этот момент вам будет минска значит написать реально на серьезных рецензию типа искать что идиотский геймдизайн потому что я прихожу и каждого врага убивают так легко нет никакого челленджа пацаны вот тут босс какой-то там кошка какая-то короче пацаны убил ее за один раз чего вы все тут думаете и дальше в этот момент так и буду делать да я согласен запомнить этот твит да но помимо элден ринга показали watch dogs legion например на конференции это была игра с геймплеем надо отметить и нет смотри здесь интересный момент во первых тот геймплей который они показали на конференции юбисофта он дичайше отличается от того как она на самом деле выглядит и это на самом деле немного напрягает ну так ну немножечко чуть-чуть потому что когда они показывали ее с комментариями разработчиков не играл какой-то гаражер не помню там 30 минут у нас есть на канале 30 минут геймплея до каналах 40 красного можете посмотреть как это выглядит там тоже есть бабушка которая типа хакерша и вся эта история но игра выглядит немного дженерик я бы так назвал то есть как это назвать по-русски но она выглядит слишком простенько вторично тариторично по отношению причем не к другим играм а к другим играм юбисофт то есть вы знаете у меня момент случился такой я эти дни был очень занят по очевидным причинам и лиджин я как-то пропустил и решил посмотреть геймплей что называется не сам она не от начала до конца в рандомное место кликнуть и посмотреть там сниппет минут пять первое что меня встречает это меню шрифты и сетка интерфейса из ассасинской итоге ну потому что я дарай дизайнер интерфейса один тот же человек я сначала еще подумал я похоже не тот видос открыл я серьезно тебе я могу сказать так что я например во вторую часть до сих пор не поиграл но планирую первую часть играл на мне не нравилось кабана я вижу что конечно юбисофт действительно объединяя все свои игры как-то в примерно в одну какую-то вот сторону да и старается все это сделать так чтобы она была унифицирована я думаю для это в том числе делать для того чтобы это все можно было быстро разрабатывать ну чтобы у тебя сидела команда типа значит сегодня ты делаешь типа сегодня ты читаешь два часа завтра ты читаешь 2 . то есть ты сегодня ты делаешь ассасинской итоге все завтра ты делаешь watch dogs 3 и но понимаете игра выглядит прикольно местами но вот идея с тем что ты можешь любого персонажа вообще любого персонажа в лондоне сделать по сути ну там своим типа агентом и у него есть определенные там способности история диалоги миссии мне кажется это очень странно с одной стороны с другой стороны привязанности какой-то определенный вложь я хотел вот в общем о чем сказать что это мне история напоминает знаешь что в свое время помнишь мы с тобой играли в red dead redemption онлайн ну и вот там мы когда проходим с тобой миссии мы проходим их с генеренными персонажами которые мы сами изгенерили и как бы есть ну по сути апгрейд вот и какой-то знаешь типа эволюции вот этого вот процесса до что эти персонажи еще могут говорить и как бы у тебя соответственно есть рандомные персонажи которых огромное количество различных вариаций реплика да еще и еще и реплика им там записать условно 50 голосами различными и там какие-то потенциальные сюжеты что типа это старый человек это там молодой мужик женщина это там типа там техника это банкир вот и так далее ну там вряд ли сделать не супер много да я сразу на видос танки где там короче он пишет о том он говорил что когда играешь kingdom hearts у тебя все время дональд ходит говорит это очень крутое место чтобы собрать ингредиентов это очень крутое место чтобы собрать ингредиентов вот очень крутое место чтобы собрать ингредиентов я наш там типа вот каждый секунд это говорит тебя пиздец и ты тут потому что театр реально может быть ситуация когда у тебя watch dogs лично у тебя будет одинаковые фразы а я вспоминаю что даже violence у тебя были одинаковые фразы у персонажей ты такой просто сука я в этом плане ты вселяешься в бабку она заходит в гайд парк и это удачное место чтобы собрать ингредиентов на самом деле мне это напоминает историю знаешь помнишь фэнтези 15 и вся эта хуйня повторяется 1 500 просто ты просто запоминаешь когда они говорят это фразы где они говорят каким придыхать каким выдыхаем какой момент они это говорят и и вот я боюсь что watch dogs это будет влиять следующий момент который меня немного напрягает watch dogs и мне вот по этим геймплейным трансляциям довольно прикольно переключаться между некоторыми персонажами у всех там разные перки и прочее но я так понимаю что есть условно там 8 может быть 10 архетипов примерно хакеров да вот которые должны быть и просто у них рандомные перки ну то есть условно одна бабка хакерша ничем не отличается от другой бабки хакерши кроме ее перков которые у нее так у них там рандомные типа того то есть как бы вот вот вся разница типа допустим одна умеет взламывать там какие-нибудь игра на друга умеет дронов да то есть вот вот тебе вся разница то есть и мне интересно насколько это быстро заебет игрока потому что я уверен что как бы ты не придумал разнообразие всей этой истории она заебет но с другой стороны есть же и превью watch dogs и там чувак рассказывал следующую историю пошел на задание просканировал охранников охранники добавились у него сам специальный список такой контакт лист называется по которому ты можешь отследить этих персонажей внутри игры он просканировал охранников нач начал с ними сражаться один из охранников убил его персонажа то есть прям полностью убил дать не не ранил там полностью все и он решил ему другим персонажем отомстить он нашел этого охранника через список контактов он у него пометился что он сидит в госпитале он приехал в этот госпиталь значит пытался внутрь пробраться но там типа все закрыто нельзя зайти он залез на крышу этого здания взломал там местную больничную сеть в списке пациентов нашел этого ерунду нашел что он там на условно пятом этаже заехал туда на дроне убил этого охранника и типа таким образом отомстил причем это была не миссия это вот просто ему так захотелось и механики игры ему это позволили сделать это звучит хорошо это реально интересно но вопрос том какое количество вот таких вот взаимодействие механик будет в игре потому что я посмотрел в геймплей демонстрации там показано что у некоторых людей есть ну типа зависимости да то есть там друг у него такой-то подруга у него там такая-то там жена то тому что там дети там и так далее то подобное и возможно что это будет как-то влиять на геймплей то есть условно если ты убьешь какого-то там охранника его ребенок там будете мстить ну я предположим я не знаю пути такой нет и насколько глубока вот эта симуляция именно npc потому что все то что происходит в игре но я вам скажу честно наверное мне watch dogs 2 в этом плане даже больше нравится потому что здесь очень очень дженерик такое да но вот если симуляция именно города и npc будет работать хорошо то я богу даже с удовольствием бы поиграл пока что мне кажется что это надо к этому относиться очень так настороженно я бы так при этом весь сюжет который данный момент нам показывают говорит о том что по сути целью игры является там свержение корпорации и там около правительственной корпорации и собственно к правительству потому что они там вот устроили вот эту всю историю с полицейским государством но все это осложняется тем что как бы это и есть по сути цель то есть ты должен освободить районы ну опять же там типа освободить определенных людей там провести миссии типа ужики такого политика убить сякого политика и все зачистить вышки до ну типа тому как бы если честно и вот это немножко грустно конечно самый яркий момент демонстрации пропустили потому что в список золотых платиновых моментов это и 3 а у каждые три есть моменты которые входят любую кринж подборку просто будет один из таких моментов это как раз был момент на пресс-конференции юбисофт когда они вытащили на сцену хорошего мальчика то есть они тупо вытащили на сцену пёселя собаку за да потому что я могу сказать что у юбисофт периодически бывают странные конференции как бы и но как бы у них периодически еще разные персонажи выходят например я очень быстро одним словом скажу что они там типа анонсировали же такой love for dead из мира юбисофт там сделали этот rainbow six outbreak который построен на базе движка rainbow six siege и по сути как вы вот персонажами rainbow six siege ходите и убиваете каких-то там монстров каких все они показали пока еще но мы тут я я насторожен и жду я таких монстров тех монстров которые вышли в конце конференции максимально я хотел рассказать что ты знаешь чего что там вышло это кстати очень необычно было что гейм-дизайнером главным креативным директором этой игры оказалась женщина вот причем такая типа девушка про карантин говоришь да короче девушка такая типа выходит и такая говори и говорит типа вот мы сейчас тут вам заебашим игру вот это все про лейтон outbreak да они взял брыг и карантин я карантин она же она карантина вот короче и вот вот rainbow six карантин и вот rainbow six карантин короче вот эта девушка анонсирует нефигация классно что начали вытаскивать на самом деле вот гейм-дизайнеров женщин и раз эти тренд на самом деле на этой конфи мы сейчас об этом еще поговорим вот и скажем но мы о чем хотели искать по более важные вещах дело в том что тут дивизион 2 вытащили из гроба вот я пойду покурю у меня все понял частного уже спинаться в общем-то движим 2 как бы довольно таки неплохая игра и об этой детстве грамм что мне не удалось ее пройти потому что кабаном местами если играешь один скучновато становится вот есть играешь дворем тебе нужно искать команду как бы у меня димка вот отказался со мной играть и других дней больше не с кем играть а я не отказался с тобой играть я просто тебе несколько раз намекнула то что ты где пройти как бы нельзя потому что она постоянно как бы да ну я хотела пройти ее как бы какую-то сюжетную часть которая вот приводит тем событиям которые как ты говорил там что-то меняют мир короче я хотел хотя бы вот это сделать вот но в общем судя не другому о чем я хотел сказать что ли дивизион 2 выкатили целый род план которым рассказывают о том что у него будут по эпизодам выходить пачки контента причем следующая пачка контента это выйдет возможность выйти за пределы вашингтона и побывать его там различных природных всяких местах и и не только природных на том числе даже пентагоне и вот я такой вспомнил сразу же про гос рекон баланс потому что там тоже лес вот это все короче вот там оно выглядело очень похоже но самое главное другое они сказали что вернется нью-йорк то есть он не помню ведь начале 2020 года сказали что типа вы сможете вернуть в нью-йорк не порадовала историю когда они показывали в самом начале дивизион 2 еще до ее релиза у них там был то ли комьюнити вент или еще какой-то ивент и они рассказывали о том что типа а как же там нью-йорк как же все прочее он гадну нью-йорк это как бы отработанный материал зачем нас есть вашингтон это замечательный город в котором есть там тот и тот и тот и тот выходит через год выходит нью-йорк да спасибо сиба отработанный материал а ты не понял это же логика юбисофт смотреть джунгли из вайлдон с нью-йорка с первой части а потом вы едете в греции а из греции смотри новая идея из греции ты короче перебираешься потом в лондон да 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 потом в египет неожиданно тебя что-то вызывают да потом в париж короче причем париж девятнадцатого века ты такой приезжаешь там да и ты такой спрашиваешь таки оперативники это че то мы делаем девятнадцатого века да ты че да пофигу пофигу ты смотри тут наполеон ну а давай давай ты такой типа наш идешь с пушками там люди революции вот это все короче как будто российскую фантастика правильно пишет а потом вы едете в телеге киану риф себе как тебе горит а что проснулся самурай нам еще город надо бы сжечь да вот но короче ладно очень дивизия на самом деле если честно я подождал я бы в нью-йорк вернулся то что мне нравилось есть честно хочу пройти конечно кстати все длц насколько понял будут бесплатными и это вся история опять же как бы ну она вся рассчитана на retention rate чтобы вы возвращались в игру что вы в ней покупали косметику вот это все то есть как бы ну то есть максимально количество активных игроков единовременных поддерживать на высоком уровне вот смотрите дальше как бы что мы хотели на цель обсудить из классных вещей дело в том что как вы помните на конференциях юбисофт каждый год происходит событие которые всегда попадают все подборки что просто эти типа знаете они опять сделали этот пиздец и все таки как какой пиздец и реально с ощущением что они такие типа понимает что типа вот делают хуйню такой наш и типа как бы ты каждый раз вот обсираешься такой давайте-ка я еще раз обосрусь опять все типа поржу там вот это все потому что ну показывать эту игру на этой конференции для этих людей которые смотрят эту конференцию бессмысленно абсолютно короче то есть марсинга точки зрения это просто идиотизм они показывают каждый раз just dance и не просто выходят и говорят что типа вот там прикольные классные типа сейчас будут треки вот это все типа и там маленький трейлер типа и до свидания про это не думал что джонс дэнс это в общем-то одна из новых игр юбисофт я понимаю но это не для этих людей которые там собрались и для тех людей которые смотрят в онлайне это не те люди понимаешь и можно было бы сделать ты мог показать трейлер на про не могли бы взять и снять красивый трейлер где дохуя очень классных танцоров есть сейчас в мире особенно американцев там всяких очень классных там даже в россии как бы есть крутые танцоры и берешь не мир да нет и берешь снимаешь реально крутые танцы какие-нибудь на улице знаешь там классный сюжет там по рекламу придумаешь киники кинематографично все туда-сюда потом в конце just dance да и все таки о заебись классный ролик да нет они каждый раз на сцену выводят каких-то костюмированных чуваков с каким-то говном с каких-то костюмах чуть-то там какой-то зебры то каком-то блин медведя то еще чего-нибудь такого который тоже танцует выглядит так хуёво просто каждый год хуёво выглядит короче и они все равно продолжают ты просто завидуешь людям потому что не умеешь так красиво танцевать да но я не завидую я просто вижу что это хуёво есть есть чуваки которые классно танцуют нет они танцуют хорошо а ты это не танцуют хуёве чем могли гейтер смотрите вы успускаете суть джаз-дэнс нам интересны с другой позиции что мы привыкли смотреть эти мероприятия и как бы славянский мир нам не стучался в форточку а в этот раз он просто пробил четвертую пятую шестую и прочие стены и панда розовая вышел под скибеди группу little big просто обливаете а и к тому же потом уже когда конференция кончилась оказалось на канале юбисофта что помимо скибеди туда еще добавят знаете что да еще добавят такой прекрасный маш вазелином бензином керосином ашу позили нам там ну или тогда но на самом деле добавят этот добавят любимый электро стиль гопников как он правильно называется в хардбас до вас там будет хардбас раз-раз это хардбас все спортивных один раз мы все знаем знаете на кого ориентированная игра ну то есть вы понимаете что это явно я на французам насрать на это ребят а единственная фраза чтобы вы понимали на кого ориентированная игра единственная фраза знаете вот копать как в онлайнер такой игра выйдет на в и и просто вам теперь должны все понятно игра выйдет на вене все все больше вопроса не должно возникнуть какой-то его фонди ареневал килги вот короче пацаны в общем джаз-дэнс опять полный если честно вот если бы мне дали возможность я покажу еще по-другому день и я бы вот я могу я бы классный кинематографичный ролик с крутыми танцорами с каким-то сюжетом там типа и прочее такой прям с такой слащавый классный такой ролик как бы все в такие нихуяся красиво вот но короче мы идем к следующим нормальным анонсом опять же то что мы говорили о том что типа сейчас приводят женщины причем нормальных женщин я тени тот кто типа на что директор подавер сити как бы до выходит и рассказывает как мы алюминий перерабатываем короче а типа нормальный реально человек который блин сидит и делают игру короче и вывели совершенно замечательно девушку и звук оказывает и куме таким таким ура или как это я сейчас по российским шучу можно нет не надо пожалуйста давай короче на конкретно готовы ее зовут и куми накамуру это сука на команде дозить короче для того что представить игру ghost wire токио от создателей в общем-то от студии которая сделала его дым призвали как бы не не веками в общем-то который мог бы прийти и рассказать но он пришел как бы типа но передал слова как бы вот как многие сказали что по сути это как вот он ну как преемницу свою такой показал который пришла и реально рассказал про новый проект и сделал это довольно весело как бы но при этом знаете в чем прикол и сейчас ее же считают по сути звездой это не 3 японку потому что она очень очень хорошо обсуждал свою было она вот видно что она душой болеет да и она максимально искренне взяла и проскала типа и чуваки типа я тут нервничаю я очень хуй его группа английски типа и начинает рассказать про груди по у нас игра такая очень стураж но я и она еще там всякие движения делаете когда она берет и говорит там типа что ну все типа смотрите трейлер типа на подпрыгивает руки в стороны там ноги в стороны такая типа короче и уходит и это довольно прикольно было как бы и вот в нее все влюбились за вот тут вот под эту безумную искренность как бы это на самом деле очень круто конечно и вот то что выпускают реально людей женщин которые делают эти проекты выпускать их на сцену не 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 прикрываясь типа мужиками которые там типа какой-нибудь там супер-пупер директор студии на совершенно ты что это тяжело обсуждать потому что нету геймплея и непонятно будет ли игра говном или нет а если вот я просто напомню напомню тебе был чувак который пришел показывал анравил помнишь он нам чуть ли не расплакался на этом вышел анравил все-таки ну да хорошая игра ну ну похер на марте выходит анравил 2 все-таки уже блять серьезно анравил 2 да то же самую игру да да то есть как бы и все и всем насрать и то же самое выходит например там этот какого да пожалуйста шон мюррей до выходит его игра и наказаться говном выходит чувак который делал его и аута забыл к фарес 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 как-то так да и игра его довольно средняя скажем честно но он за нее так топил искренне что все говорили что но это вообще лучшая игра община этой и 3 прочее но зато его за я не спорю что всех этих людей всех людей запомнили все эти игры запомнили это реально работает как марки как маркетинговое продвижение я в этом согласен с тобой полностью я не согласен с тем что эти игры настолько хорошие насколько их люди расписывают то есть я уверен что вот эта игра которая делает вот эта японка я не уверен что она будет хороший ну вообще вообще говорят что процента верности говорят что она принимала очень большую вообще как бы участие и вообще в целом она очень много чего делать для его воды на 2 она придумала монстра она мало того что монстр придумал ты хочу типа во второй части она там типа прям очень много вообще но это не говорит вам о том что игра которую она делает как геймдизайнер получится хорошие это нас коррек я так понимаю что она креативный директор то есть она типа больше за видение игры то есть там есть геймдизайнеры которые будут это сидеть и механики лепить как бы она больше такой за общее видение игры какая она в целом получит ну да там стиль сюжет как бы соединив все это совместно понимаешь просто потому что вспомните кто же самый джейд реймонда который тоже народ несколько лет назад я не согласен рождеев акции я скажу я знаю что ты хочешь сказать я блин погоди я лев вот белый рыцарь интернет давай на себя майку порву давай реймонд она очень милая она очень такая ну понятно что как маркетинговый инструмент исполнил но при этом реймонд действительно очень крутой продюсер и она войдет продюсер она просто ассасины который был охуенным для своего времени это он сейчас говно а во-вторых именно она возглавляла студию которая разрабатывала спинтерселл в эквист и была там общим менеджером на проект я надо не ну просто как бы челочек я просто пытаюсь вам донести мысль то то что насколько бы хороший человек не был как бы вы его не любили это не говорит о том что игра будет хорошей и даже киану ривз и не факт говорить о том вот кидалка зимой исключение а неуважение отвертку статья просто я кого мне понравился видос данки про дэс трендинг о том что типа вообще вообще ни хера не ясно ничего не понятно короче игра скорее всего будет короче я такой просто да кто-то сказал это хорошо я помню за 20 лет последних действительно говенную игру кодзимы у меня получается то что раз уж мы говорим про лагер solid 5 так я прошел первую главу мне не понравился не хочу продолжать я прошел первую главу прошел первую главу metal gear solid 3 и и она мне тоже не понравилось серьезно я крокодилы жевали меня у меня жевали да и почти я такой типу крокодил играл мне живут мне не понравилось или удалить из друзей чё тут нажать лучше дискорда я короче могу сказать так что типа я вот мне последние игры к зимний раз мне первый в metal gear solid понравился третий не зашел второй не играл пятый четвертый тоже не играл пятый короче вот первую главу мы прошли с димой я такой бля в пизду и удалил просто вообще нахуй вот дима там сосредоточен в интерфейсе ищет где удалить тиму смотрят я отключил тимура микрофон если что так что он часто что он говорит ржет на стриме мы не услышим что-то говорит на стриме класс критику гения просто мьют на полчаса я хочу рассказать что как бы на самом деле я гост вар токио как бы отношусь скептически но прикольно потому что мне понравилась идея что там типа у них конспирсии оккультность и то что люди пропадают типа но это какая-то полумистическая пол не мистическая штука и эстетика классная там вот эти типа персонажи всякие светящиеся с полосочку такие просто начали ну это это просто заставка это теперь говорят о том что происходит блять если подожди подожди на 1 playstation и там играл как было где баба голая намывается в отель да 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 было бы я только сейчас другой я реально только сейчас вспомнил про паразитив как раз я только теской про первую часть что у нее же типа подначали заставка была же еще полная ёба короче или театр продать дети где-то там типа все собираются в театре потом напоет типа потом он горит это все проще это было так круто что типа я при я безумно хотел поиграть в эту игру когда поиграла еще игра оказалась классный не пройдет и в промочи короче я к тому что был бы хорошо если бы гост вар тоже казался бы хорошей игрой но на это надежд скажем так не очень много а знаете какой какой еще игра это ты это ты хорошо перешел нет ты знаешь я так скажу мы все ждали же как от этой е3 что сквер обосрется с файл фэнтези 7 ремейк и единственной игрой который хоть как-то ее вытащит из бездны будет игра по мстителям который еще сделает кристалл динамикс но оказалось наоборот я могу сказать так что слухов о том что кристалл динамикс вместе с эйдэс дайны микс дайны микс кристалл динамикс эйдэс мант мантрал мэкинт гейм сбили лент спирит короче в общем да в общем то прикол в том что замечательная игра про мстителей про нее было слышно периодически и постоянно было слышно про неё к бы все считали что ну точно какая-то полная еба потому что на такие студии не могут сделать говно и вот показывают эту ебу и вы знаете графон то пиздатый ну то есть или нет там прям хорошие места микрофон ты прямо смотришь там прям партиклы прям персонажи ну прям очень круто выглядит местами другое дело что другое дело что ну как бы там ну как бы есть это будет такой графон в финальной игре то это пиздец это очень крутой графон на самом деле будет но смысл не в этом смысла в том что когда показывать всех персонажев 1 в одном кадре а это есть что чтобы понимали это персонажи оригинальных мстителей ну то есть там типа вдова халк тор там железный человек типа и все и вот и суть в том что они выглядят так срата вы даже не представить они так срата выглядит там только потом прям прямиком из oblivion обрам пришел него грамм ебло об наш oblivion фейс такой просто и у него самое главное что показывать на эти когда люди смотрят на него спрашивают а че-то не убить за сковородки а у него реально там блять сковородки сука у него там просто потому что удара обычно это такие типа блестящие круги такие типа там ну полу сферы зато рачила ваша пояс вдовах за симпатично получилось до бэннера кстати неплохо получился и даже капитан америка у него прикольный на самом деле получился костюм но ебло тоже какой-то страны и все говорят правильно что у всех лица одинаковыми да дело не влезет персонажа одинаковые лица про дело не влезет нам то правильно пишите рестинг обливин фэйс дальше проблема проблема в том что надо было сделать как надо либо полностью уйти в оригинальной внешности да да я тоже об этом подумал либо копировать кино полностью потому что они решили на полпути взять киношный антураж киношные костюмы киношные образы никто не заставлял их делать рыжий вдову она не обязана быть рыжий как она периодически периодически в разных частях комикса с разными волосами есть и блондинка там и прочее как и бэнер не обязаны иметь такую короткую стрижку и квадратные пропорции как и в общем-то тони старк не обязан ходить с готи бородой то есть это не обязательно она у него почти всегда было такое я не обязательно есть ultimate версии в комиксах до хера вариантов и понимаешь как как это шикарно сделали в спайдермене insomniac они же там эту полицейскую переделывали сильно да еще кого-то еще кого-то тетя моей гораздо моложе чем она обычно в комиксах и зато кстати в фильме мариса там они играет еще более молодую тетю которую бы принял наверное весь наш чат но тут понимаешь проблема вся в том что вот это вот промежуточность она очень сильно вредит потому что как правильно заметили это напоминает фестиваль косплееров знаешь такой комик-кон ролик снимает примерно так там еще момент хороший был с актерами озвучки дело в том что актерами озвучки являются все типы люди которые обычно озвучивают видео игры все вот кузнецов я уверен что в русской версии будет селдов кузнецов блять я сколько гадалки не ходи просто я могу сказать так что вы знаете конечно игра по графону выглядит заебись персонажи выглядят стрёмно но по геймплею все говорят что она довольно тоже вот как у нас сегодня слова такой просто рефреном идет это вторично то есть там типа ты ходишь что-то там типа раскидываешь какие-то там танки вот это все а типа и как и и все типа ну . бы какой-то веселухи какой-то реально прикольные штуки не происходят и вроде как игра у нее модель больше всего города на похоже на ансен то есть эти походишь берешь миссии и начинаешь их проходить может быть определенную ручку можешь в одиночку с друзьями до четверых человек я забыл слова а друзья точно да типа до четверых человек короче и ты вот правильно пишет что с лицом тони и вот и вы знаете конечно ну выглядит она странно но у меня у меня как бы очень скептическое отношение если они ее не всрут будет удивительно пойти как говорится типа не жди ничего и и не будь разочарован как вот поэтому я не жду от игры вообще ничего честно вам скажу я жду от игры провала тоже уже ничего не ждем судя по пою это только хотите попросите про игры ты но не буду ладно а сути в том что мы сейчас наконец-то добрались до содержимого нашего самого любимого самого просматриваемого и самого обсуждаемого pc gaming шоу и там показали геймплей вампиров было lines 2 и узнаете она выглядит очень странного давайте так аккуратно скажем может сейчас кажется уголок в принципе будет прав то есть чем она выглядит статом она выглядит нормально не чуть не так она выглядит помнишь вот была такая игра недавно выпустили и и чуваки который залил life is strange называется вампыр короче вот вампыр выглядит как знаешь такая типа игра b-класса вы играли вампир да нет я просто играл вампира я могу сказать что мне очень нравится сюжет мне очень нравится персонажи мне очень нравится вообще все смысле вся игра в кроме нравится геймплей да потому что он такой говно что мне хватило часа на четыре серьезно я могу сказать что была похожая история с игрой от don't know the remember me вот классный сюжет классный там вот все все круто короче и ты в нее играешь она такая сратая я дошнил я пошел до конца я не смог я реально поиграл часа три-четыре короче где-то прошел треть игры и прям очень чашка мне кажется что было два из два будет абсолютно такой же только в отличие от игры dot not в них нету все таки еще и сильно визуальной составляющей потому что она выглядит достаточно дешево и плохо они также персонажи клево выглядит и некоторые локации прикольно я бы сказал знаешь даже не то что геймплей говно а то что вот геймплей сам по себе что времен барми что вот во всех этих играх которым обсуждать типа вампира он был очень однообразный скучный то есть в этом была проблема в игр то есть не не в том что он там типа плохой или там какой-то там недоделанный нет он просто скучноватый то есть хотелось бы чтобы было что-то еще вот то что показывается в трейлере вампайр за маскарад bloodlines 2 я могу сказать что ну вот мне лично нравится я не знаю почему так негативных не относитесь ну то есть мне мне кажется что она выглядит хотя бы поинтересно что не так с ним ты знаешь мне мне например не понравилось то что как бы в ней явно в бух или большое количество современных технологий которые должны выглядеть и как бы играться хорошо например вот показывают на прокат персонаж разговаривает там с девушкой да вот нас то что на стриме было и вроде как типа вроде все нормально говорит и так далее кого потом это девушка нас там условно типа разворачивается идет и ты при что типа там анимации вот 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 эти анимации они дешевые как бы не херово сделаю что потом ты идешь на братом разговоришь другими персонажами ты понимаешь что вот они сделали некоторые места нормально а некоторые места херово и вот какой-то вы нашим вот контраст дальше до контраста как-то на хорошем выражении вот есть на английском то и на консистенции когда у тебя не не соответствует одно другому то есть я тебя одно прикольно другой херово сделал я могу объяснить тебе почему так происходит тимур дело в том что современные движки что unity что on real они все позволяют тебе вводить просто охуительнейшую картинку даже если ты вообще ничего не умеешь делать но при этом тебе нужен нормальный кейм дизайнер тебе нужен нормальный аниматор тебе нужен наверное для того чтобы нормальный творожный персонажи тебе нужен хоть какой-то дамошен кепчур и так далее и тому подобное то есть с картинкой проблем у современных игр практически никогда не бывает а вот со всем остальным проблем миллиард просто и здесь тебя смущает анимация такой ты наш в основном анимация кого то что остальное на самом деле по вот графону по дизайну очень многие штуки классного для даже вот нас на стрим вот сейчас на стриме у нас там идет многие моменты особенно освещение там типа дизайн локации выглядит прикольно просто я могу сказать что с вампиром я ну то есть очень тяжело судить потому что во первых это рпк и здесь все будет упираться в сюжет и отыгрыш персонажа и в лор в лоре можно не сомневаться в отыгрыше наверное тоже а вот чё с сюжетом ну посмотрим насколько он будет классный потому что я напоминаю вам что в рпк обычно обычно все вот эти истории с анимациями с геймплеем она вот такое дело как бы 10 главное что вот вот был был хороший же и история с сюжетом я буду надеяться что все будет классно выходит она начале 2020 так что можно ждать я жду если но у нас есть еще один еще одна игра который так скажем все давно ждали все ждали это же мы на нее посмотрели что-то как-то не очень не очень короче вот и баланс тоже все ждали короче вот нам скажем так очень скептически отнеслись короче и вот вот шину 3 который тоже показали там на писяки мешал я такое что вы разделяете во мнении что она выглядит как говорите мечта которая превратилась в но слушай там там интересно даже не игра потому что тут там даже обсуждать нечего она выглядит как дешёвая игра на unreal engine 4 проблема шину и 3 она по моему кстати на unity сделала она по моему на анриле я не помню ночью суть в том что самое интересное там случилось не с самой игрой а с моделью и распространение потому что именно именно во время выставки стало известно что кража стор совершил очередую кражу и игра выходит эксклюзивно в егэс и никаких рефандов стима бледям не будет у меня случился очень смешной диалог в твиттере где есть некие и гаражуры с которые считают что которые считают что если вам наврали в при продаже по нам года наврали в по нам то насрать на игру вам же наврали понимаешь и история в следующем дело в том что юсу дзуки разработчик шин мой 3 он собирал деньги на кикстартер на 3 шин мой это происходило в 2000 по моему пятнадцатом году на конференции sony на е3 сказали что вот культовая игра шин мой третий который все очень сильно ждем на кикстартере будет собирать на него деньги все такие сразу же понесли им бабло прикол в следующем что там всегда было написано очень замечательная фраза которая мне очень нравится называется мы предоставим pc digital game а ни слова простим ни слова про модель распространения я читал фанатов на реддите еще тогда в 2015 году которые говорили ну раз тут написано что она не в стиме выйдет а просто pc game то наверное юсу дзуки будет делать игру по дрим касту просто это надо будет запускать на пока на эмуляторе то есть идея была в этом но к сожалению народ подумал о том что она выйдет в себе теперь выясняется что оказывается шин мой 3 выйдет в epic story и все те люди которые донатили чтобы получить ее в стиме они как бы сосуд хуй ну то есть как бы вы получите ее только в epic story а я не хочу ставить epic store я ненавижу epic store я поэтому буду просить возврат денег и писать петиции о том что все не так все непросто но я написал твит что симпатич вахи вам как бы шашечки или ехать вы игру хотите получить или удобство свои ну то есть как вот вот чтобы вот вам было хорошо и удобно то чтобы стиме вас коллекции было или вы все-таки хотите в игру поиграть потому что мне лично непонятно как так можно вот донатить игры на донатить людям которые еще не сделали ничего но которые вот вы бы на игру даете денег на что мне написали что типа если тебе блин на лопате дадут ты тоже его съешь потому что сервировка не для тебя я понял что журналисты просто еблю ты нахуй в этой всей истории я просто слушателям которые в жизни никогда не имели дело с персональной эвм для того чтобы запускать там программный продукт компьютерная игра драма заключается в том чтобы поставить на рабочий стол еще одну конку да хуй с не иконка я могу понять почему люди говорят то что они хотят стиме я могу понять эту историю действительно да всеми удобней но тебе что чувак ты давал денег не блять на игру сука в стиме ты давал денег на игру точка если бы ю сузуки теперь я отправлял я не знаю на dvd диски знаешь наложенным платежом по почте россии приехал блять пакетик бумажный с диском ты бы и так бы игру игре бы радовался потому что давал денег на игру блять понимаешь вот чем проблема и я я пишу этому чуваку что чувак вообще-то как бы на кикстартере нету ни слова о том что должна выйти в стиме он и говорит что а какого хера тогда она в стиме вообще в принципе есть ну то есть она была в этом в предзаказе да предзаказ тиме был я говорю но это уже вопрос десятый но тут же речь идет про кикстартер на кикстартере ни слова об этом нету я смотрю на это все ерунду и думаю ну вот как можно этого не понимать то есть я могу понять бомбежку людей люди бомбят с любой хуйней то есть абсолютно с любой но со всей этой историей мне поражает другое люди продолжают блять играть в лаунчеры они не играют в игры им главное чтобы им было блять у сука удобненько пошел ты в хуй блять я в свое время брал игры и поставил их с дискет это было пять дискет чтобы усадить ебаный дум понимаешь потом распаковывать его десятым десятком распаковщиков для того чтобы он работал вообще в принципе ну в общем эти истории я не могу понять я не могу их принять и мне кажется что стоит наверное играть именно конкретно в видеоигры вот если видеоигра шин мы будет говном а я могу точно сказать что видеоигра шин лой поids говном я практически по этому уверен потому что она выглядит как говно играть как говно и если у вас нет каких-то ностальгических историй про шин мой то вам наверное нас совершенно не зайдет Скорее всего, она будет еще с заделом На сиквел, я почти уверен Но все эти истории просто смешные Обсуждать в контексте того, что люди ратуют За какую-то вселенскую справедливость А ее и не было изначально За что вы ратовали, за что вы А самое главное, знаешь Лишнее сказать, что этого тезиса Если бы вы, ребята, играли в лончеры Точнее, играли в игры, а не в лончеры То у нас бы не случилась Другой новость, которую тоже объявили на E3 Microsoft тут купила Студию, которая знаменита во многом Духом независимости Которая открыла, в общем-то, дорогу играм на Кикстартере своим успехом Которая сделала кучу очень классных Вещей под издателями И сама, это студия Double Fine Она теперь принадлежит Microsoft Потому что Тим Шафер так и не смог Свести экономику, продавать Достаточное количество игр, чтобы независимо Существовать со студией в Сан-Франциско А Сан-Франциско, я вам напомню, это самый дорогой Штат по уровню жизни Ты лучше напомни слушателям о том А сделали они Они делали психонавтов Они делали кучу маленьких и очень классных инди Типа стекинг Они делали Broken Age, который, в общем-то, собирал деньги на Кикстартер Очень спорная игра Очень спорная игра, но тем не менее С этой игры началась истерия по Кикстартеру Это все равно веха некогда Они очень-очень Большое им спасибо вернули с того света Многие квесты И теперь их можно пройти на современном железе Типа Full Throttle или Grim Fandango То есть, ребята, ну, они, может, у них не самое идеальное портфолио Но в любом случае это была яркая, действительно, по-настоящему независимая студия И теперь она не независимая И вот это очень грустно Ну, я не знаю, что здесь такого грустного Мне кажется, что если они продолжат делать игры, которые все от них примерно ждут Ну, то есть, с фирменным юмором С фирменной историей И достаточно классной То почему бы и нет Но проблема в другом Я вот лично для себя Double Fine ассоциируюсь с кем-нибудь Grim Fandango Знаешь, там, вот старые совершенно игры Какие-нибудь там, не знаю Но не с Broken Age, мы не, блядь, с Психонавтами 2 Потому что ты видел ролик Психонавтов 2? Они выглядят как говно Я могу понять стилизацию Когда ты берешь стилизуешь игру под... Плейстейшн 2 Ну, там, типа, под контент, который у тебя как этот, как мультяшный Ну, то есть ты как бы под мультик Но зачем стилизовать игру под Плейстейшн 2? Хотя изначально вы ее делали исключительно из-за таких вот ограничений, да? Именно консолькой, на которой вы делали Психонавтов 1 То есть вот эти все угловатые модели, вся вот эта история Вы просто пытались обойти количество полигонов, которые вы можете там на персонажа потратить, да? То есть вы пытались немножко такой, типа, стиль специально придумать Но в современном-то мире, блядь, что вас, сука, сдерживало? Вот объясните мне Я просто этого не понимаю И поэтому Психонавты 2 выглядит так, как будто это игра с PlayStation 2 запущенная на эмуляторе Вот серьезно Да, да, да Я просто вот этот момент не понимаю То есть она, может быть, получится и хорошая Потому что Double Fine очень редко делает говеные игры Но у меня, скажем так, резко упал к ней интерес Потому что она выглядит так же, как первая часть Мне кажется, что надо было сделать получше Хер его знает Да, кстати, тут еще, говоря про такие вот всякие вещи, связанные с покупками Фил Спенсер выступил с кучей интервью на E3 И в одном из интервью он заявил, например, следующее Мы не стремимся продать Я уже это говорил сегодня Да? Да? Давай про флайсим Давай, это можно убрать Что еще, кстати, на конфе Microsoft был реально крутого Порадовало меня, нашего временного соведущего Гришу Бакунова Бакунова И кучу еще народа Это новый флайт-симулятор Который Microsoft делает для ПК и Xbox И в чем его крутость Не в том, что это новый флайт-симулятор Что круто уже само по себе А в том, что вся территория в этой игре Создана с помощью облачных вычислений Но не облачных вычислений в реальном времени А там взяли как бы спутниковые снимки И искусственный интеллект Сам нарисовал ландшафт И вот это очень здорово Очень здорово Потому что эта вещь Она, в общем-то Ну, это будущее игровой индустрии Потому что если вы почитаете, например Выкладки Гирилла какой-нибудь С Сиграфа Вы, например, узнаете Что 70% открытого мира Horizon Zero Dawn Создано процедурно Они писали специальные алгоритмы Которые генерировали леса Реалистично Дрову поля, реки и прочее Да, да, да Делали А потом они уже вручную, естественно Режиссировали какие-то куски Где там это понадобится поправить Но вот для игр Масштаба какой-нибудь Odyssey Для игр масштаба Flight Simulator Для игр масштаба Euro Truck Simulator Такая процедурная генерация По спутниковым снимкам По каким-то более простым Исходным данным Она ведь не только сделает Игры красивее и больше Она ускорит саму разработку Потому что сейчас Основной Основной бутылочной горлышко Это не цена Не мощность железа Это просто время создания игры Игры делаются очень долго И Flight Simulator Очень здорово показывает Что игры можно делать быстро Красиво и качественно Если использовать в общем-то Искусственный интеллект О котором очень часто говорят Скорее в маркетинговых О каких-то вещах Ну а сейчас на самом деле С Flight Simulator Хочется сказать Что чуваки Вот тот графон Который вы видите Вы поймите Что это сука симулятор То есть вы будете видеть Кусок аэропорта Кусок рулевой дорожки И затем вы Упадете И больше никогда Затем вы залетите В облачность Когда-нибудь Над грозой Знаешь где-нибудь И вот будете лететь И внизу будет просто Сука ёбаная Белая пустота Но С другой стороны Хорошо что Flight Simulator Вообще в принципе Существует Поскольку Последняя версия Выходила Когда там В 2004 В 2006 В 2006 Flight Simulator X Потом еще был Microsoft Flight Но мы В Симмерском комьюнити Делаем вид Что этой игры Не существует Октябрь 2006 года Да Фига себе Да То есть В этом плане Если вы любите Летать На Hotas Системах То вот вам надо Очень-очень ждать Мы кстати говоря Еще Вернемся Наверное К обсуждению Бесежды Потому что Блядь Бесежды Хватит Бесежды Вернемся К обсуждению Ее конференции Потому что Наш любимый С Димой Тут мы наверное Сходимся во мнении Студия Arkane Показал свою новую игру И по ней Вообще Нихера непонятно Потому что Игра называется Dead Loop И она Стилизована Она стилизована Под Я бы сказал Наверное 70-е Или 80-е Что-то такое Есть некий остров На котором Есть персонаж Мужчина И персонаж Девушка Соответственно Мужчина пытается Разорвать Круг Временную петлю Которая там есть А девушка пытается Убить этого мужчину Чтобы не допустить Разрыва этого круга Про игру Ничего не ясно Как это будет играться Непонятно Выглядит это Реально местами Очень классно Но я напоминаю Что геймплея у нас Никакого нет У нас есть только CGI ролик В котором все это происходило Выглядит очень клево Идея очень клевая Задумка с Как бы Временной петлей Она реально классная Но Как бы Нечего сказать Вот если так подумать Ну то есть Что ты можешь Об этом поговорить Ничего Я могу сказать лишь то Что Игру Делает Именно французская часть Аркейна А вы должны понимать Что Аркейн Это на самом деле Две студии Есть Аркейн Леон Это французы Изначальный Аркейн Которая делала Первый Дизонард Которая делала Второй Дизонард Которая делала Кроссинг Который отменили Кстати он По слухам Все еще в разработке А Вторая студия Остин Она занята Другой игрой Она делала Прей И Поэтому я жду А Дес Лупа Вот Димка Предполагает Наверное что это некое повторение Эксперимента А-ля Moon Crash Который был такой Тоже процедурно Генерируемый В цикле Ну там не было Процедурной генерации Там скорее всего Была просто рандомизация И его было довольно много Но Но там тоже был цикл Такой зацикленный Вот Мне кажется Досу будет более таким сюжетным Менее системным При любом раскладе Мне лично кажется Любая игра Таркейн Это очень хорошо И я ее жду По умолчанию У меня такой огромный Кризис доверия Слушайте Время Засчитать ваши донаты Сейчас Секундочку Я открою Во-первых Конечно Василий Казань Асанастору Более Членский Взнос Спасибо тебе Чувак Спасибо чувак И Василиса Занесла вам 100 рублей Вагинский взнос Спасибо тебе Василиса Так сейчас Так и что тут происходит То есть все ушли У нас тут еще Был Прикольный анонс На Директе Мы добрались Наконец До нитендо директа И Там Показали Игру Которая называется The Dark Crystal Tactics И Тимур нам Наверное про нее Расскажет Вообще Это выглядит Как идейный Духовный наследник Final Fantasy Tactics В общем-то Про это я и хотел Рассказать Кроме того Что На самом деле Я не очень знаю Хорошо про Саму по себе Вселенную The Dark Crystal Вот Насколько я понимаю Это же старый сериал А ты фильм Не смотрел А ты фильм был Не смотрел Как раз таки А сейчас выходит Типа новый Как раз именно сериал Я так понимаю По этому фильму Это очень известный Известная сказка Которая была Во времена В 80-х По-моему Когда там Короче Джим Хэнсон Был Который Помнишь Мужик Комаре Делал Он не только Маффетов Делал Он делал Очень много Как это называется Это господи Аниматроника Да Когда куклы Делаются В каких-то Фильмах Если вы смотрели Такой фильм Как Лабиринт Например Где Дэвид Боу Кстати играл То вот Все куклы Они сделаны В студии Джима Хэнсона Так вот Джим Хэнсон Сделал в свое время Фильм Dark Crystal По-моему Он там То ли Исполнительный Продюсер То ли Чуть ли не Режиссер Ну короче Это один из его Типа фильмов И этот фильм Провалился в прокате Полностью Просто Потому что Он ну как бы Не заслужил Ничего хорошего И всем было На него насрать Но История была в том Что это была такая Довольно Мрачная Такая Но Красивая сказка И она людям запомнилась Потому что Они были тогда Детьми Типа того Кто сейчас знает Про Dark Crystal Я не знаю Но проблема в том Что Netflix Запускает сериал Типа якобы Прикол Переосмысления Dark Crystal И возможно Вот как раз К нему и приходит Эта игра Надо представлять С собой довольно Глупую тактику Честно сказать Ты знаешь Мне очень Помнишь Что мне недавно Советовал игру Которую сейчас Тоже пекари Дрочат на нее Короче Такую типа Аля Final Fantasy Тактикс Такую-то Двухмерную И там типа Я все время Как она называется Короче Где Тоже Ну так Типа Ходят персонажи По клеточкам И Типа Могут друг друга Бить там Лево-право Там всякие Скиллы Рабу Ну Джобс Вот это все И ты мне Показывал эту игру И она Вот она Отстой Короче А вот здесь Реально я вижу Игру Которую Сделали Хорошо Ну то есть Она внешне Выглядит Нормально Как бы Я понимаю Что Если они Сделают Адекватную Типа Историю Хорошо Работаете Как бы Плюс диалоги Плюс сюжет Блин Если честно Было бы круто Я бы очень хотел Такой игру Спрошу Данганропа Если на самом деле Еще когда-нибудь Все-таки Сквореникс Очухается И поймет Что Ну Финал Фантази Тактикс Действительно Очень крутой сюжет И Это прям Такое Политическое Вот Это был момент Когда Сквореникс Сделал Вот Вагранстори Финал Фантази Тактикс Это вот же Были игры Которые были Очень сильно Ангажированы На именно Политическую Тему Религиозную Вот это все И Они кстати Были сделаны Одними и теми же Людьми В общем-то Вагранстори Финал Фантази Тактикс Сделаны Были там Почти одной командой И Блин Если честно Я бы с удовольствием Поиграл бы В ремейк Финал Фантази Тактикс Какой-нибудь Типа Знаете Сделанный На движке Ну такой Типа Аля Внешний Как это сделано Мутант Мутант Кирзеро Вот Или как вот этот Сделан Например Как Икс Ком Например Там второй Ну то есть Визуально Чтобы оно Выглядело Примерно так же Но при этом Чтобы это был Классный сюжет Там озвучено Все и так далее Как бы То есть Катсцены Вот Почему бы и нет Почему бы не сделать Блин Короче Я бы с удовольствием Конечно погонял Следующий момент Короче Пацаны О чем мы еще хотели На самом деле Рассказать Из классного Кроме того Что Dark Crystal Tactics Выходит На Nintendo Switch На Nintendo Switch Еще выходит У нас Целый ряд Игр Не новых Мне нравится Как ты издалека Начал Ну давай Не новых Игр Но Но игр Которые Людям Очень нравятся И вполне возможно Что Alien Isolation Выходит На Switch Да Бросил Через 3 часа Игры Прошел Все Изо всех Сил Пытался Пройти До конца И не заскучать Несмотря на то Что меня пугал Чужой Ну так или иначе Я могу сказать так Что Super Lucky Tail Это же игра А что Майкрософта Мне просто нравится Как Конечно Super Lucky Tail Это знаешь Игра в которой В каждой бочке Затычка То есть У нас Выходит Программа Xbox Play Anywhere Нам Срочно Нужна игра Которую Можно играть И на Xbox И на PC Super Lucky Tail У нас Выходит Mixed Reality Windows Mixed Reality Нам нужна Какая нибудь Игра Для того Чтобы Типа Ты в виртуальных Очках Поиграл Во что Нибудь Супер Lucky Tail У нас Новое сотрудничество Между Microsoft И Nintendo Детская игра Где Банжо Казу Smash Brothers Какую-то игру Про лисенку Сейчас не будет Но Короче Я в нее Пыграл Трудительно Она у меня Скачана Но я даже Не стал Запускать Короче Resident Evil 5 и 6 Я знаю Что 5 Многим нравится Но 6 типа вообще к считается как будто его не существовало многим людям его очень ну я не согласен ну ладно ну короче так или иначе вы сможете поиграть в резин ты его 5 и 6 теперь на свечем поездки вот это все но самое главное конечно анонс для свеча пацаны это ведьмак 3 мы об этом знали как вы говорили заранее тоже вот человек поебать animal crossing дает ну подожди мы же говорим о старых ну а старых игр которые запускают теперь на свече причем 10 кроссинг хорошо хорошо коллекшенов мана да подожди да я скажу про ведьмака ведьмак на самом деле абсолютно идентичный полная коллекция естественно со всеми dlc с двумя целыми выходит на свече и это полноценная игра абсолютно полностью вы сможете пройти там от начала до конца все 150 часов в ебать и есть но есть некоторые но в том что как вы понимаете свечи довольно слабенькая консоль но мощнее чем там старый консоль например поэтому на не умудрились запустить ведьмака да он идет между прочим он идет в обычном доки он идет в 720p что в принципе наверное терпимо но это мод на мне будет тяжело на 4 котелики но предположим давайте окей 720p супер в портативном режиме 540p динамическое разрешение динамическое разрешение то есть 540p это в лучшем случае и 30 fps причем про 30 fps никто ни слова не говорит возможно будет даже и меньше как бы ну для этого есть динамическое разрешение чтобы 30 fps держался все время стабильно да ну то есть типа если что до 144 на 30 fps другой стрим google study просто да кстати мы подождите вам что когда шел стрим google study анонсирующий на ю тубе типа рассказывал все вот это у нас периодически до 144 падала там просто как бы там просто для этих пиксель размером с кулак прям причем на макбуке не на телевизоре как бы конечно жесть но он нам правильно напоминает что во-первых человеческий глаз больше пяти кадров не воспринимает то есть это правда и опять же текстовый квест текстовый квест я считаю что если текстовый квест в виде ведьмака сделали бы на мобилку это было бы охуительно вот это было бы десятка такими темпами я думаю что через пару поколений фонов ведьмак выйдет уже на ивус я думаю почти сразу выйдет на ивус но понимаешь причем разрешение ретина знаешь там 2000 да да и в 60 fps нет я просто к тому что знаешь как хорошо говорил доктор в этом которого играет голбюм в парке юрского периода так увлеклись вопросом надо ли вам это сделать что забыли задать вопрос а зачем вы это делаете вот примерно тоже есть люди которые реально например очень любят там скорее свеча казалось бы да ну вот с карим это это реально игра с длительными сейш конечно игра абсолютно когда ты садишься играть то же самое ведьмаке ты прям реально вот сидишь самолете короче ебашишься ведьмака прям слева часа что те хватает это правда да но у тебя всегда есть возможность купить себе там анкеровский этот какого powerbank там на 2 часа но в чем проблема я помню на dtf и были комменты и чувак писал о том что ну да вот там батарейка конечно проблемы вот будет как в зельде ходить на четыре часа и современном игре чего уел какие четыре часа блять я играл в зельду как рачу вот я играл в зельду реально почти купив свитч вот только-только два с половиной потолок просто потолок современном самолете современном самолете есть юсб если что она вообще я могу сказать я даже более-менее новых смотрят последнее время летал здесь и самое главное не от всех юсб заряжается свитч проблема в том что он требует он требует там дохуя на самом деле как бы силу только чтобы если представляю знаешь такую юсб типа и свеча воткнул типа в самолет смотрю я могу вам точно сказать что например из из зарядки айфона сколько на полтора вольта короче сколько там короче вот она вот она не заряжается switch switch не заряжается из макбука если ты втыкаешь его макбук он просто начинает медленнее разряжаться он пишет что он разряжается и он просто он просто медленнее разряжается поэтому ты спроси любого свечевода они все таскают с собой power банки все а мне все так power банки подходят понимаешь что есть крутые пауэрбанки от энкеров которые очень мощные высокой да и поэтому вот они заряжают короче на далеко не все пауэрбанки просто подумайте о том о том человеке которому 545 нормально как бы я я считаю что человек может преодолеть все абсолютно мы не осуждаем боль голод страх ему все равно все же ты видел на следующую тему вот именно таким человеком до этой и 3 выступил тот наш золото говард да и кстати вы знаете мне очень понравилось с одной стороны что тот говард вышел и сказал что журналистов конечно сцене он то не стал говорить на сцене он сказал более типа обтекаемо а потом уже сказал четко что ему жаль конечно о совершенных ошибках которые были совершены при запуске fallout совершить он говорит конечно главная ошибка была то что мы ее запустили до более главное запускать это говно но пришлось выгодят главная ошибка конечно было то что типа мы бету сделали закрытый типа сессионный надо было конечно для всех запустить ее типа как бы чтобы всех играть я думаю нихуя себе ты запускаешь бету момент когда только-только объявляешь о том что это бета будет существовать это что она будет виде временных окон типа с такого-то часа по такой-то час тебе просто весь интернет миллион человек тебе просто 3 10 15 миллионов человек и говорит ты чё сука охуел и просто как бы все остальные бета как проводится берут там два-три дня короче и так далее кроме японских ебанатов совсем уж тупых которые берут и делают сингловую игру на 24 часа типа реально да 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 типа devil micro 5 короче который выходит типа у тебя 24 часа есть все досвидос и я пытаюсь понять вот вот что происходит внутри бы птсд что у них внутри вот есть люди которые там типа маркетологи project менеджеры там всякие технические чуваки там вот тот говард и прочее вот они сидят и придумывают это а давайте сделаем типа на 2 часа чтобы максимальное количество игроков собрать кабану там чтобы типа 100 тысяч прям чуваков реально точно собрать и как бы водкам кто-то же должен был прийти и сказать что чуваки вы понимаете что типа вашу игру нихуя никто не поиграет вообще ну как бы и типа может быть она будет говном можно на людям не понравится давайте может быть попробуем типа побольше бы эту сделать или побольше времени после бы это сделать как бы чтобы типа получше допилить игру никто этого не делает почему чего как я не понимаю ну то есть это такие какие-то знаешь довольно детские ошибки то есть такое ощущение что не вообще не думали когда запускали игру ну то есть типа пойдет и пойдет нам насрать . это вот как-то так происходило и на стену то что прилипнет да но но могу сказать что я тут недавно общался с чуваками которые реально играют фоллаут 76 есть такие да я серьезно говорю вот те же люди что ведьмака на свече и они говорят что ты знаешь вот за время того что они там допиливали ее в нее стало можно играть другой вопрос нужно ли но можно это совершенно точно то есть они исправили совершенно там огромное количество багов они исправили там квесты они там поправили геймплей и так далее и тому подобное то есть там по моему сейчас вот сейчас идет бесплатный бесплатный период когда можно поиграть фоллаут 76 бесплатно если вам очень хочется можете пойти и посмотреть не смешно было другое на этой и 3 то что когда они рассказывали про новый контент fallout 76 во первых они анонсировали туда королевскую битву до это уже сразу знаешь на минус 10 просто сразу оценки игры но второй момент то что они говорили что мы не забываем и про сюжетную часть как бы fallout 76 поэтому мы анонсируем вам полноценный письма рпг который мы купили в зале вы слышали историю с микрофоном туда города нет нет короче тот город вышел на сцену он там сказал какую-то речь ушел на сцену но не остался включенный микрофон в ну то есть в зале сидел чувак видимо ну подсаженный дурачок от бефезды значка который постоянно орал и он уже стал таким локальным мемом то есть он там постоянно типа полосе мешать что такое фейк это фейк это фейк фейк да а ну может быть фейк но в любом случае историю дарасскажу короче фейк был в следующем что в то до города якобы не отключился микрофон и он когда уходил за кулис и сказал что типа вот того чувака который орет чтобы его близь сука больше раз не видел ты понял блять это забавная история ну короче в общем так или иначе пацаны fallout 76 будет развиваться дальше со скрежетом со скрипом но как бы если вдруг вам в определенный момент там захочется поиграть него просто так на шару потому что будет бесплатный выходные говорят там довольно прикольно потому что тебе помогает комьюнити в общем-то все не так плохо как было на релизе вы подумайте до какой степени деградирования мы дошли что мы радуемся тому что в игре не будет лотбоксов и микро-транзакций и аудитория аудитория радуется тому что в рпг появится нпс серьезно мы до такой степени идиотии дошли ну ладно хорошо короче пацаны давайте двигаемся дальше потихонечку я на самом деле очень хотел сказать как бы больше уже про новости не с и 3 как бы так скажем что еще у нас там за неделю прошло на самом деле не очень-то много чего хотели рассказать потому ну чтобы в общем-то закончить тоже как бы не супер долго потому что например интересный момент дело в том что как вы знаете сейчас происходит торговая война между сша и китаем и поэтому вводятся различные санкции и в том числе многие компания на момент действительно многие переносит свое производство из китая в юго-восточную азию и поэтому довольно интересно было услышать о том что нинтендо переносит производство свеча из китая в юго-восточную азию так что там разные страны типа малайзии таиланда там вьетнама и так далее но что интересно что интересно в общем то в этой всей истории это то что вовсе в расследовании волосы журнал говорят о том что в на ноу ну на заводах вас юго-восточной азии будут производиться не только switch но и две другие модели свеча короче не очень и мы модели свеча да мы с причем это происходит прямо сейчас типа то есть мы понимаем что скорее всего в какой-то момент все-таки будут анонсированы как бы вот новые консоли которые как напомню вам что по слухам по слухам якобы есть возможность что выйдет консоль одна дешевая упрощенная без дока и типа пером совсем простенько а другая типа будет про версии типа мощная вот нет интересно ну херсин с производством да мы посмотрим на цену посмотрим на то что они там могут сделать а ты слышал самую главную историю для нинтендо на этой и 3 провод самое самое основное я брал то что было нам всем более менее интересно если тебе было что-то интересно кроме того что вы длины ты можешь об этом сообщить тоже к нам там же новый новая часть зельды должна была по идее выйти да они анонсировали ее и там на родители уже пошли разговоры о том что это будет не факт что игра про линка прикинь да не удивился бы у нас будет игра к серии которая называется зельда и мы будем играть там не за зельду legend of link мне порадовала еще история где народ пытался вот этот трейлер новой сельдой я не буду вам показать на стриме потому что нас явно забанить эту хуйню тушит нинтендо вот но история в том что у линка в какой-то момент рука мигает таким зеленым цветом непонятным то есть вот как будто начиная какой-то магический хернёй поглощена это болезнь и каждый раз когда тебя убивают болезни вообще я кстати хотел сказать о том что практически все люди которые посмотрели трейлер говорят что он очень сильно напоминает по атмосфере major's mask если вы вдруг не в курсе как и мы были не в курсе а я специально почитал посмотрел major's mask это один из самых таких адовых сеттингов для зельды потому что в отличие от остальных зельд которые были все такие ну более-менее какого такого обычного формата major's mask был очень мистичный фантасмагоричный одна луна в виде черепа чего стоит ну там много интересных моментов например там до сих пор рассуждают кто такое major и типа что это за маска что в них там внутри и вот это все и вот это все короче вот и в общем то как бы я хотел сказать что как бы довольно интересно вот эта история кстати если вы вдруг не видели вы можете набрать major's mask cinematic в ютубе и найти фанатскую фанатский ролик который сделали по мотивам major's mask и он реально классный ролик его сделали до году 2016 где на хуй с не с major mask там история в том что у линка в какой-то момент мигает рука то есть нет какой-то магическая история и народ нашел на gdc презентацию нинтендо где они говорили еще в году там то есть условно там два раза 22 года назад они говорили о том что у нас были кучи концептов для того чтобы типа реализовать на них типа новую зельду том числе там был концепт где у линка отрублена нахуй рука я просто нет руки и вместо нее какие-то магические там то какой-то молот то какой-то там типа мечта еще какая-то история точно такой типа рука как это наш под замену типа того ни на что не похожи ни на что не похожи второй момент там в трейлер был момент когда замок хайрул к салон типа чушь только такой типу как бы вокруг него куча взрывов и так еще что он приподнимается над землей и в этой же истории на gdc нашли где похожи на mask на на замок сооружение она она взлетает в воздух и летит куда-то так что возможно что все эти истории они вот реально будут найдут себя тоже но это первая зельда для которой на сервере продолжение да то есть кара на самом деле нет даже как для какой еще за льды есть продолжим каренов тайм мажора мастер сказал подождись мажор маск 2 и каренов тайм 2 нет есть о каренов тайм ее продолжение мажора маск но так или иначе как бы имеется в доме на продолжение которое типа там по цифры 2 прямо как бы а там никто не сказал что это будет называться новый браффа 2 2 будете разбираться в таймлайне зельди нам всего времени но это не kingdom hearts макс но так или иначе короче на самом деле зельда действительно хорошая история как бы но давайте еще поговорим по поводу того что кто у кого чего там какие вещи делают дело в том что напомним вам что apple до недавнего времени был большой скандал и вообще терке с qualcomm компания которая в общем то поставляла им большое количество всяких чипов в том числе и модемы и дело в том что все сейчас же готовится к 5g к истории и у интелу якобы довольно хуева то спать же и они не поспевали к тому чтобы сделать модем на 5g напомнилось в последнем поколении стоят модемы только от intel чего кто хотел сказать 5g модем это вот для 5g который еще пока не развернуто то есть это вот в этом году уже в теста будет много разворачиваться короче смысл в том что в итоге даже внутренние документы когда был суд между qualcomm и мы поговорили о том что типа apple специально во всех переговорах во всех судах во всех и легальных документах которые у них были не юридические документы они везде говорили что типа qualcomm говно с они найти похуйня и вообще типа можем выбрать кого угодно на рынке но суд раскрыл что на самом деле во внутренних документах во всех письмах переписках во всех там официальных документах которые курсировали именно внутри apple они говорили что решение qualcomm типа с большим отрывом самое лучшее решение на рынке ну то есть типа лучше них ничего нету и но при этом как вы знаете apple как бы подпланировал по за последнее время сделать свои собственные модемы и они видно поняли что будет тяжело и apple собирается купить часть бизнеса которая связана с модемами у у intel и вот это кстати действительно довольно крутая новость потому что apple последнее время мы понимаем что они все больше и больше консолидирует как бы внутри себя какие-то вещи и мы понимаем что они ну как бы там процессоры гпу вообще все что можно там типа вот модемы скоро чуть ли не флешки начнут делать сами я думаю что они и батарейки скоро купит какой бизнес который типа там производит делает ресерчат короче я бы не удивился на самом деле слушай единственное что если мы говорим про intel как бы так ни оказалось что сейчас apple их купят заплатят за это сколько-то там не даже не самый intel а кусочек бизнеса бизнеса бизнес их вот этот вот я имею ввиду не самым потом начнет изучать что за дерьмо они там изобретали и такие господи да здесь же дыра в безопасности размером со всю архитектуру надо было купить huawei да да то есть это серия как мы спектр молдал только в контексте модема так что simple все не так просто ну это на самом деле действительно так короче слышно у нас это еще довольно классная новость в этом месяце короче она посреди связана с apple я напомню вам что apple была единственная компания которая решила и это неизвестно никому еще это только только по сливам стало известно что они решили сделать камерный модуль у которого в общем-то камеры расположены в виде треугольника и не просто видит economica типы причем неравномерно распределенного напоминаю вам что если вас камера расположена в одну линию то так глубину понять изображение к бы сложновато а есть у вас камера типа в виде треугольника который расположен типу неравномерно к бытуу так глубину изображение понять проще с трех камер но макс это прямо что тебе есть больше чего сказать по поводу новости я зашел издалека да ты зашел в чем суть новости вообще новости в том что после этого слива появился другой слив слили google пиксель 4 у которого камера подозрительно напоминала вот собственно вот этим неравномерным треугольником iphone тоже по сливам как да и google решил не тянуть и тупо официально тизернул изображение задницы своего нового пикселя 4 типа мы были первыми или в чем чем история ноте ну типа официально подтвердить знаешь как sony сделали с playstation 5 они начали рассылать давки то и сработали на опережение потому что понятно что все давки то все равно утекут да давайте мы просто wire во вторник вольнем статью вот примерно из той же оперы и выглядит он конечно извините меня фанаты гугла как кусок говна и мне никогда пиксель выложите к там сзади я только не понимаю будут из картинки это пластик или стекло интересно а никто не знает кажется с гуглом не собственно камерах точно стекло а вот камерах и стекло а я сейчас говорю про заднюю спину вопрос конечно какие будут цвета но мы можем что называется очень долго потом обсуждать пиксель 4 в других подкастах и не мы но нам сказать нечем потому что в россии этот аппарат не будет никогда нормально продаваться и поэтому ну выйдет он и классно вот примерно такие у меня эмоции от 4 пикселя ну в общем то будем ждать официального анонса посмотрим напоминаем что у пиксель одна из самых лучших камер короче если вы хотите узнать почему у него одна из самых лучших камер то это связано с первую очередь как это называется computational к фотографии то есть это вычислительная фотография вы можете прочитать статью вастриков прошлом выпуске в наших шоу ноутах есть стать ссылка на статью где в общем-то вастрик отличным языком совершенно типа и тут мы берем эту хуйню в свою муту эту хуйню получаем тадам охуенную хуйню да вот но при этом очень да очень четко объясняет как бы в чем смысл в современной мутейшн на фотографии какие у нее есть типы возможностей и вообще к чему все это ведет какие телефоны и используют и каким образом как бы вот почитайте там том числе и проку камеру пикселев какая она сейчас во втором третьем пикселей почему она классная да вот ваши доната и влад за 100 рублей не успел магазин за пивасом держите хоть посмотрю как вы пьете спасибо спасибо чего я пьюсанину что пьешь такой коробку корону блять его радости мне как можно пить корону она же невкусная ну то есть не данных она хорошая легкое лето я бы я просто для себя вот 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 нашка я вижу вот у меня есть некоторые виды пива который я не могу пить просто потому что они ну то есть прям вот совсем не могу пить это клинская отвратительная пороша просто невозможно пить это корона и миллер вот 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 эти три вида пива они мне кажется одинаковые абсолютно не просто невкусный я думаю из одного чана разливают а потом просто сахар добавляю я скажу вам даже больше что я сейчас пью корону я купил их в двух разных магазинах в красном и белом и в магноле короче и в красном и белом она у нее другой вкус она серьезно ванарина в другой вкус но это так как его магнолий то что у меня есть возможность сравнить то что я вот их пью сейчас вот уже третью бутылку поэтому дал точно но мы хотели сказать про одну интересную штуку дело в том что как вы знаете фейсбук всячески теряет свои позиции данный момент в сша и больше всех теряет он свои позиции среди молодежи то есть молодежь прямо массово просто уходит из фейсбука по или не регистрируются там вообще ну как бы то есть группу не там они регистрируются это у них там много людей приходит как бы но при этом и много очень уходит то есть большое количество мертвых аккаунтов на которых там типа два три четыре пять лет как нет уже никаких там апдейтов вот и вот чем прикол в том что тут выяснили что если сравнить с фейсбуком который куба в общем-то молодежь действительно сейчас не очень жалуют то наверное более популярной соцсетью чем фейсбук является будет спецу фортнайт димка ты можешь объяснить в чем прикол почему его вообще называют соцсети в данном контексте они ну что дети проводят фортнайте больше времени чем в фейсбуке все очень просто больше времени чем в других социальных сетях больше времени чем там снапчате да больше времени где вообще везде поэтому социализация ну то есть типа я петя и у меня есть член я маша и у меня есть желание увидеть петю она происходит не в фейсбуке и не в приложениях это по знакомству оно происходит конкретно фортнайте так вот это бы история мы бы пропустили мимо ушей если бы не 2 привязанная к ней история дело в том что раз уж у нас фортнайт популярен больше чем социальные сети то об не обратить внимание на такую новость что разработчики фортнайта epic games купили социальную видео сеть под названием house party по сути это приложение для групповых видео чатов до казалось бы зачем вам нужно приложение для групповых видео чатов если у вас есть например дискорд или фейстайн или даже раньше google hangouts ну зачем но если у вас есть такое приложение а вы при этом владеете одной из ну давайте называть вещи своими людьми с топовой социальной сетью для молодежи под названием фортнайт ну ты знаешь она же не совсем соцсеть потому что ты как бы там по сути можешь играть и так все равно что ну типа соцсети у нас playstation network даже они они пытаются из нее сделать соцсеть но это не соцсеть я думаю что сделают значит эти истории о том что типа вот в epic story там нету там друзей нету там ачивок нет там всех историй я думаю что они как раз в эту сторону ведут в сторону социальщины я уверен что они сделают из epic game store дискорд просто еще один только с нормальным магазин или купят дискорд суши ну масштабы кражи просто уже не влезают ни в какой суд сейчас масштабы суда огромное представляешь ты играешь короче в стиме но общаешься с людьми со своими друзьями в дискорде и тут тебе типа религия начинает не позволять типа через дискорде и ты такой берешь расчехляешь короче skype а такой такой ну ладно хорошо короче достал такой skype открыл такой свой аккаунт вошел а ты валерий петрович а ты на самом деле сашка потом валерий петрович и сообщение типа эй q пожалуйста кинь 10 тысяч рублей это я твой друг я с тобой учился в школе помнишь меня зовут валерка короче ты такой сидишь чешешь репу для какого хуя вообще ну в общем валерка ты же мертвый сгенерировать сюжет российский для вы на самом деле реально ульт на стали шутите как бы а в скайпе разводит людей по максимум несколько знакомых которые купились на то что типа у меня вот есть у коллега которую вот вот он в скайпе типа сидел он всегда мне пишет скайпе всегда пишет скайпе попросил 10 рублей говорит мама там больно но вот это все короче я я там вот-вот перебросил деньги ты такой то есть человек тебе по skype спустя там типу год пишет что у него закалит мама что это не типа и ты кидаешь деньги да и как бы почему-то ты делаешь что не так я с тобой год не общаюсь его спустя год ими пишешь telegram быстрее 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 кинь деньги так она держит только тимурчик дни вопрос вот сейчас прям на 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 чем так короче я я реально не я думаю я думаю это нормальная история ну то есть как бы это рассчитано исключительно на людскую взаимопомощь и прочее но я только что придумал историю для русской книжки про попаданцы ты попаданец и ты попадаешь skype дело мертвого чувака убеди остальных что ты на самом деле живой при этом ты комиссар из тридцать боназали не skype короче нужно для реально высочной типа реально комиссар 37 года и ты хорошо попадаешь фейсбук аккаунт и ты сидишь там короче а у тебя там наш могилка нарисован вот это все короче типа мертвый аккаунт короче ты берешь из-под него типа берешь к людям пишешь типа это я я типа там как бы я чувак из 37 года на самом деле это я не тот я не точек но вы должны там придумать как меня освободите все такие просто ты чё ёбнутый просто окончается все эти знаешь кончается все очень печально просто начинает срать мемами про стальна в комментарии но были там все думаешь кто кто такие эти тролли короче а это попаданцы из тридцать седьмого года которые живут в титере и в фейсбуке потому что у них уже нет сил на времени они же ничего не могут доказывать они могут только сраться по поводу того что сталин велик это должно быть анима пишет бляюсь я бы смотрел эксперименты лэйн я хотел я тут читаю люцицы где где у него земля не посылают в космос сигналы о том что типа вот мы живые там типа тра-та-та инопланетяне об этом узнают и нападают обратно на землю я все подумал о том что у нас в шестидесятых или там в пятидесятых отправили в космос сигналы мир труд ленин представляешь себе то есть такой сидишь инопланетяне сложна ножками там щупальцами с нас и хуйня и блядь и приходит мир труд ленин ты такой оглядываешься блядь а правда ленин стоит он по радиоволнам донесся до тебя просто и он гриб мига причем гриб да господи просто я этим я вас еще читал когда-то подстал ходил ладно короче на самом деле пацаны я хотел рассказать про другую историю довольно серьезно дело в том что я про не очень аккуратно расскажите о том что вы знаете вот и периодически сидите думать это вот там тот город выходит и говорит вот в этом за хуярили флот сами 6 он что-то хуял пошел но потом мы поняли осознали что пиздец короче и вы знаете я периодически сталкиваюсь с людьми не только из игровых компаний но из технологических компаний которые ну там не только технологическую digital всякие истории которые делают различные там проекты продукты которые там физические продукты там digital продукты и ты знаешь что например они там взяли на рынке как мы обосрались там да типа как бы и вот вот идет там славянский дэмэдж контролка бы внешние какой-то да например о том что типа то я тогда что ты пытаешься без упоминания брендов конкретно конечно да и короче вот есть какой-то внешний там типа дэмэдж контрол о том что да то там мы там все по правильно все сделаем короче а внутри вы знаете я периодически общаюсь с этими людьми из разных компаний так я наблюдаю все чаще и чаще картину которым не реально пугает она меня пугать тем что люди берут и говорят что типа да это все хуйня на самом деле да вот вот да вот они плане полную хуйню все несут это все на самом не так плохо или там типа это все не имеет значения этого только задроты там что-то там что-то пишут короче там или там вот это вообще это вообще тип один процент из там из там типа миллиона затронул вот это там вот вещь короче это все хуйня короче я реально наблюдаю все чаще и чаще эту историю и и я такой сижу просто хуй вай и зачем ты пытаешься начинать спорить с этими людьми и пытаться сказать что эй эй посмотри ну как бы типа там вас там просто раскатывают в сми не просто так как бы да не просто не не потому что типа например это хуйня какая-то которая там типа 1 2 3 человек коснулась нет блять это потому что как бы это все-таки более серьезная какая-то история наверное и может быть если как бы вас так катают по асфальту может быть нужно как-то все-таки там типов задуматься об этом они такие типы у нас от пиар-департамент задумывается короче да а мы считаем что это все полная хуйня короче будем делать так как делали короче и ты сидишь и просто хуеваешь и ты понимаешь что вот этот славянский дэмэдж контрол который хорошо что хотя бы в некоторых случаях не выходит наружу иногда выходит потому что мы знаем все эти случаи ведь когда просто приходит города вы сами долбоеба короче ну или типа вы держите наш телефон не так как надо а вот типа такого как бы да когда вот такие вещи делать короче а потом ты ты понимаешь осознаешь что типа некоторых компаниях окей она не выносится наружу но в отношении она именно такое и она влияет на вот эти внутренние процессы и ты ты сидишь и понимаешь что насколько же полный пиздец причем это не только в российских компаниях там типа но и в западных компаниях то же самое я наблюдаю это периодически как бы и периодически общаюсь там типа с людьми из западных компаний как бы и и в россии и не в россии я понимаю что вот это вот отношение но есть и мне все время возникает вопрос в голове почему так и единственно наверное ответ который которому прихожу этот связан с тем что люди настолько сильно зашорены в своем собственном бизнесе после того как в нем работают и как тем более что практически всегда отмазка на уровне но я тут работаю я же лучше знаю ну то есть отмазка как она тебя оправдывает ну типа я лучше знаю ситуацию а ты ты типа ты кто ты как бы ты 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 начитался проплаченных статей и ты ты такой про вообще тяжело и тяжело это обсуждать без контекста потому что но я имею ввиду ситуации много как бы я не могу говорить об это что них они про разные совершенно ситуации я меня просто в голове круть сразу пять ситуаций грозе но всякие пиар-департамент они же должны эти вопросами заниматься разве они я тебе говорил что опять же в некоторых ситуациях они занимаются этим они берут и приходят там типа начнет разрубливать эти истории но внутри сотрудники не относятся к этому так что типа пицца мы обосрались надо все из быстрее справлять мы что-то сделали не так надо сделать так чтобы будущем нас такого не повторилось они так не думают они думают о том что это что это вы там долбоеба какие-то и у вас какой-то хуйня происходит я вижу в этом большую проблему ну как бы я считаю что как бы проблемы должны то что я знаю компании которые хорошо к этому подходит который берут и говорят что бля пиздец мы обосрались да мы мы должны извлечь из этого ошибки вот например помнишь вот эта история мы мы на дэвс гамме например на другом общались с адамом бойсом который возглавляет rn galaxy он об этом и говорил типа что любая наша ситуация тема обосрались мы сидим и перестраем все наши процессы в компании чтобы вот где мы обосрались мы перестраем чтобы больше этого не повторилось понимаешь а есть компании которые приходят и говорят да вот это сами долбоебы короче у нас все заебись на самом деле проблема розовых очков я могу поддержать тимура это знаешь как тот стикер в наборе по тест они это не я токсичный ты хуй со ступой ну вот как бы да на самом деле да как раз это вот вот если нивелировать как будто она такое так и работает как есть очень я просто рассказываю свой концерт что у меня еще чайная компания а я тебе могу сказать что вот мой возврата сколько раз обсирались духу ей больше мы очень часто говорим о том что да мы обосрали ничего ну то есть как бы мы что-нибудь знаем что нибудь делаем для того чтобы это исправлять нет ну вообще-то периодически да я часто даблчек кусту россии или по камере говорю что мы не играли мы не знаем мы не будем у кого нет консоли от нинтендо лет и так делаешь а мы с максом продолжаем по старинке и башей потому что включается маркетологовая маркетологово пиаровская что типа бульонте не сказали на стриме что там такая такая пип-пип компания полная пип-пип-пип более для срочно строить ситуацию на самом деле нет максима дима на самом деле я считаю что это не так вот как исправила вроде как и вот не исправил и судим это до конца дело в том что ты говоришь про компании а я тебе говорю про людей люди в принципе так устроены что как бы ты чтобы ты блять не делал если ты этому посвящаешь довольно достаточно большое количество времени тебе кажется что ты просто ну как не непогрешимый человек то есть все то же самое и то же самое с компаниями ты блять писать что работаешь компании ты блять два года впереди какую-то хуйню ну там условно видеоигру на буква сука просто как чёрт макса замьючу я сказал видеоигру на букву а блять они просто ты пытаешься но неважно некую видеоигру три с половиной года ты ее хуяришь что приходит какой-то дурачок твиттер и говорите что ты сделал говно у тебя сразу сейчас я ему там все расскажу и покажу где он кто он и что он просто нормальное явление мне кажется это это просто людская психология дело не я понимаю но так не должно это работать понимаешь потому что ты можешь ну как человек это типа такой думать тогда ну ты не можешь это как выдавать как наружу ты условный программист ну то есть допустим да тебе сказали вот сделай вот это вот тебе блять список техническое задание вот тебя есть блять ты все сука по техническому заданию отработал ты ни одного дедлайна не проебал чувак у тебя хорошо а потом джаил а потом джаил а потом уходит и получается это же крыса да это бомжа это джаил это нормальное явление ты обсуждаешь это в контексте компания эти говорю что все компании абсолютно все обстоят состоят из людей если кто-то сделал какую-то хуйню и проебался и ты в этом не виноват то абсолютно нормальное явление говорить о том что типа мне кажется все нормально сделали пошел ты в хуй говно твиттерское да ну как бы ладно тебе ну как бы когда у тебя действительно как бы реально у тебя продукт говно как бы он объективно говно ну как бы камон ты должен его тихо мирно исправить сказать да бля проебались до должны сделать они 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 так значит у тебя у тебя пиар департамент говорит что да говно все исправим короче а внутри сотрудники говорят да блин вот хуй соса короче чё никогда нас доебались те сколько раз мы говорили что за заказ говно делает много на самом деле мы действительно много чего исправили каждый стрим мы на самом деле много чего короче да проебались звоните в тикет короче у нас нету тикета завтра как вот этот момент надо исправить нам надо завести себе джиру какой-нибудь я не знаю короче теперь скром мастер завтра каста пацаны короче стендап митинги в десять утра давайте короче всего не ваша так ред задания раздаем сегодня кто вчера хуесос не сходил до съемку именно короче ладно пацаны мы двигаемся потихонечку дайте загоню хотели рассказать мы хотели сказать про впечатление закончу не давайте не закончим расскажем наше впечатление жестким тяжело диму не можем закончить потому что не можем что чего у нас есть несколько вещей которые давайте я начну димка не хочет я начну компания nvidia на неделе неожиданно ко мне постучалась вспомнила что я у них когда-то выигрывал видеокарту вроде как фото конкурсе и такая блин а у нас есть ключ на quake 2 rtx а почему бы тебе ее не там не поснимать не буду не повыкладывать соцсетки но я такой почему бы и нет и если что quake 2 rtx абсолютно бесплатен в стиме на самом деле ключ медаль на полную версию квейка 2 которую мне не было базового в стиме именно вы можете ее скачать указать путь до вашего квейка 2 не обязательно в стиме и она автоматом все подсосет прикол весь в том что это достаточно серьезно переписанный рендер который меняет некоторые ассеты включая текстуры и материалы никак не трогает геометр и никак не трогает модель они все-таки же страшно да и это числе воды техно демка показать вам насколько во первых удобно вашей 1080i потому что она не может тянуть нормальным разрешением с нормальными настройками я играл кстати в 1070 я могу сказать что когда ты запускаешь игру 90 какого там 6 7 года и она выдает тебе 7 fps такой окей ладно хорошо 98 год блять я не могу запустить квейк 2 2019 блять я не могу запустить ничего не поменялось абсолютно но при этом я вот чисто от себя могу сказать что я играл на 1070 я сделал из фуллскрина я сделал маленькое окошко такое на что типа не зато 800 на 600 на эти дачи скрутил глоба лимене шанс да на лоу поставил стало чуть похуже но все равно ты смотришь на всю эту историю ты думаешь бля вот честно за ртx наверное реально будущее потому что конкретно за ртx он даже а за имплементация трейсинга да здесь же даже не ретрейсинг даже по стрессе но это производит реальное впечатление особенно если ты помнишь оригинал если ты не помнишь оригинал ты-то смотришь на смотришь на всю эту историю думаешь бля и чую тут серьезно вот и тут говно бля вот как тимур нам говорю я играл в оригинал много и проходил и играл и на пока и на ps1 поэтому чувак ты меня этим не удивишь играть как говно игра выглядит как говно но она выглядит как говно с охуительного рейтрейсингом и я могу сказать что вот этот рейтрейсинг у меня не впечатляла настолько демка там battlefield 5 там метро да вот этих всех игр которые значит там типа должны были тебе продавать эти блять видеокарты с ртx как меня впечатлила блять ебучая панелька с кнопками в которой есть отражение тебя и там всех врагов да и комнаты и ты на эту панельку смотришь и думаешь бля это же выглядит просто охуеть я вот такой ерунды в играх не видел вообще блять никогда ну вот и вот мать я подумал надо пойти купить себе какой-нибудь ртx да посмотрел на ее цену такой ладно когда-нибудь лет через десять может выйти конечно ртx 2070 который типа все равно стоит 35000 ну даже на нас ракет на стоит на ракет на самом деле хорошим лимонаду ракет на самом деле дорого ну не знаю тимур пуляю сложно сказать дорого это или недорого но я что-то подумал что ладно пусть не и ради же квейка 2 еблить покупать ну кому логично да я так понимаю что у нас тут типа тоже показывающего battlefield к мне это у меня просто это случайно хорошо точно но короче я понял что вам в общем-то вы заценили короче я правильно понял что ты еще поиграл в тиране у меня просто он лежит на маке я пытаюсь понять вот мне поиграть не выленик интересны твои впечатления тиране тоже мне она понравилась я стиране короче у нас есть другой момент масти муром поиграли в дивинте оригинал син 2 вдвоем и после этого я пошел запустил тиране химок искать что если вы вдруг внезапно не знаете что такое блять нормальная классическая рпг типа baldur's gate а то есть вот классическая не не джей рпг сирп и джида вот эти вот которые старые то в тиране вам будет играть очень тяжело очень и очень очень блять тяжело потому что она нас только устарелая что просто пиздец но бля я играю ради сюжета мне так нравится сюжет у тебя персонажи так нравится вся эта история да причем ты знаешь меня свое время от тиране как это отвлекало то что ты заходишь туда и тебе сразу же вываливают просто тонну информации о том что у вас есть архонт есть еще там блять и дикты еще есть вот это еще и стоит то и то и тебя вообще зовут этот и ты делаешь вот это и ты такой блять можно пожалуйста как помедленнее я записываю потому что очень много информации слишком много вот но при этом тиране мне очень понравилось я все еще продолжаю не играть мне она очень нравится и я могу сказать что наверное это из игр obsidian одна из самых лучших но мне пиздец как не нравится ее геймплей геймплей мне не нравится как она выглядит сама по себе потому что она просто настолько дешевая она нарисован да и то есть ты отыграешь не думаешь блять ну пожалуйста вот если взять всю эту историю и отдать ее там условно лариан чтобы они сделают дивинити оригинал синтри там под заголовком тиране было бы уже интереснее гораздо то есть интереснее было бы в разы и как бы клевее это игралось и прочее а так получается что ты должен вот это все моменты преодолевать для того чтобы ну как бы наслаждаться игрой и это вот это мне не нравится что при этом продвините 2 могу сказать что вот вы знаете есть такая проблема очень многих людей когда особенно ты играешь во что-то сюжетное вдвоем вот мне например не повезло прошлый раз когда играл дивинити с человеком который типа бежал вперед просто сломя голову все пропускать стоишь тут пиздец пошел нахуй и а также бросил играть дивинити потому что мы играли втроем и пока я там где-то тупил чуваки такие уже пробежали всю директор все в связи как бы весь квест взяли все квесты знаешь взяли все рецепты побежали дальше типа и чет там тупишь и вот таксать назвали сделку очень комфортно играть точно так же я люблю походить посмотреть пообщаться 7 по пизде я люблю почитать до похода да 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 типа ты еще слушай эти персонажа там кит шуточки отпускают как бы это прикольно вот мы кстати димку друг другу как раз нашли мы думаем в этом плане погонять как раз таки да потому что там реально классно рассказать мы еще угораем там все время типа смотри какая овца пиздец овца нахуй я могу сказать что что дивинити что тирани что там не знаю пилрусов и тернити что вот эти все игры они все-таки насчитаны немного на такой склад ума когда тебе похуй на происходящее то есть тебе интересны разговоры тебе интересно там лор но тебе похуй на геймплей ну то есть тебе похуй на там не там на боевку на еще хотя боевка статей в дивинити прикольная мне понравилось но я к тому что это не action это не там знаешь там как что-то требующие от тебя нажатия быстро кнопок и так далее это вот именно такая на местами ручь похоже но full out 2 как на странно вот потому что же такой сидит real time где-то такой пошаговые скиллы циферки считаешь там типа вот сколько ходов осталось куда-то подойдешь ну короче такая хорошая тактическая пока мне ну короче в тиране мне понравилось на самом деле знаешь что что в лоре там но по сути произошел такой магический пост апокалипсис то есть там есть некая некая темный лорд который просто взял и победил всех подписать его властелине колеса урон бы победил и соответственно уходит там типа дальше завоевывать там земли и как бы местные там пытаются как сопротивляться у них ничего не выходит потому что ну как бы они ложки никто просто перед там мощностью темного лорда и ты у этого темного лорда ты типа такой типа как это сайдкик который который ему помогает типа того робин у темного лорда робину бэтмен вот типа ты там бегаешь по его там каким-то заданиям и все делаешь но история в том что раз это темная фэнтези то тут можно блять казнить каждого второго знаешь там типа кто-то тебя нахамил ты просто блять убить в ногу и это реально очень классно сделала и мне вот немного расстраивает то что я так понимаю что obsidian и не собирается делать там никакого не продолжение там не какой-то второй части просто у них даже в планах этой истории нет и эта игра наверное серьезно забудется потому что но она не популярная очень она очень на любителя но я вот ради ради сюжета я блять вам ее просто советую потому что я в фэнтези играх очень редко вижу где ты играешь просто тупо за плохого изначально ну то есть как бы это вот как контраст он реально работает вот это хорошо были на строков я как раз наслышан по этой причине скачал себе тернии тоже там так не запускал не разу вот тебя будет такая же история как у меня была с тиране изначально я запустил ее пробежал там 2223 квеста знаешь там типа два часа играл дим слишком много игр я боюсь что я никогда в жизни не дайду до тиране так что можно убить да то что но мы потихонечку как раз подходим к счетной теме 1 знаете у нас плавно все из пустого порожнего перетекает дело в том что мы с димой играем в дивинити на пока вот имея возможности переиграть на пока потому что есть я купил новый macbook а вот и я пять лет просидел на macbook pro 13 дюймов которого ретина с довольно хорошими характеристиками на тот момент были кабана все равно это тренажка это все равно среди середнячок и конечно к 2019 году ей ну прям тяжело вот и я себе купил в итоге 15-дюймовый macbook осознаваясь что я 90 процента времени мог будет держу дома прошу прощения вот и решил не скупиться и как бы в общем-то понял что я тоже буду обновлять его там типа через много лет поэтому в общем ты пишешь что macbook не для игр ну мы же выиграли вчера и короче вы знаете я я просто в апреле момент осознал что если хочу монтировать там 4k видосы проще то мне все равно в любом случае придется покупать macbook я уже говорил в подкасте о том что я думал купить себе 2018 года но я решил не скупиться купился 2019 года скоро и 9 потому что посмотрел все тесты и все возможные там обзоры в общем-то практически все говорят о том что во первых корой 9 вот этот больше не трат лица напомню вам что тратлинг это когда процессор долгое время работает на типа максимальной частоте он начинает из чтобы ну типа температуру снизить все меньше 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 снижать свою частоту работы и в итоге там условно процессор который рекламируется как core i9 8 ядер 5 гигагерц на максимуме короче работает через пять минут на 2 гигагерцах а не работает как говно и бы так да и там короче прям хуёво все очень начинается работать короче у этого поколения у нового поколения core i9 эту проблему в новых макбуках исправили поэтому типа он может сидеть ебашить вам там 4k видос там полчаса короче и он не тратт лица то есть соответственно у него сохраняется максимально пиковая нагрузка но единственно что там во всех тестах говорят что 5 гигагерц там качество не будет но 4546 он точно берет как бы да периодически короче так что в принципе в 8 ядрах это довольно хорошо работает я могу сказать что кроме всего прочего еще как будто более-менее нормальный радион адекватные я могу сказать что мы вчера играли вот в дивинити на маке то есть не на винде и там она довольно достойно шла но при этом конечно на винде я знаю точно что она будет идти еще лучше потому что там радион 560x который ну более-менее адекватно для того чтобы вот запускать такие типа не супер требовательные игры в нормальных там не очень понятно почему кстати она довольно хуёво работать на маке то есть где-то разница наверное раза в три у нас было с тобой по фпс да ты знаешь она работает хуёво по одной единственной причине потому что на маке почти все вот эти игры они же не нативные ну да они запускаются типа симулятором в войне там войне запускается по сути кусочек винды и этот кусочек винды через интерпретатор через интерпретатор хуярит из директ икса в opengl а я напоминаю что директ икс это сам по себе интерпретатор тоже который тоже там хуярит под твою конфигурацию то что типа нужно и конечно как бы я думаю сейчас димка замутим опять мне эту штуку которая найти на внешнем харде чтобы была возможность запускать винду как бы и вот из-под нее я буду запускаться периодически играть там какие-нибудь вещи или там стримить и так далее хотя нас пример мы проверили стримить например ретро гейминг через как он симулятор я смогу спокойно потому что к не знаю слава тебе господи отжирающий оба иску на мать и который кривая косая короче но она на новом макбуке конечно работает очень круто но вы знаете это пока первое впечатление потом расскажу конечно побольше сейчас у меня пока что еще одно впечатление связано с тем что я перешел по тестил короче трояльную версию файл кота и короче соответственно по ну там на старом моем премьере короче сижу и конечно я могу сказать что полный связано с тем что у меня прям откровение насчет файл кота связано с тем что файл как проще чем премьер намного проще местами кабану выполнять все основные функции которые ты хочешь там от него получить но насколько же он быстрее рендерит все то есть условно типа я взял сделал одинаковый ролик и задина из одинаковых маленьких роликов собрал один ролик на одну минуту 4k 30 fps цвета core на каждом типа из клипов маленьких для в этом ролике и типа премьер его рендерил там условно четыре минуты файл ктовую рендерил там полторы минуты то есть почти в три раза меньше при том что оба в рендер или в h264 4k там типа 30 fps конечно я такой немножко прихуел я понял что я по большей части буду стараться по возможности рендерить в файл кати я скорее всего буду покупать короче я думаю что побольше может быть теперь смогу видосов делать самостоятельно кабану там типа для себя для инстаграма но и в том числе для завтра каста собирать каких-то вещей вот я кстати хотел поблагодарить на самом деле магазин беги кру потому что они мне умудрились продать со скидкой и как бы на самом деле я давно покупал беги к всякие штуки я покупал там у них кучу всяких там предметов включая свой iphone напоминаю что димка димка тоже купил у них iphone свой короче и у меня кучу друзей у них покупал поэтому если вы ищете магаз который продает типа серую и не серую apple технику короче то беги к на самом деле хороший выбор они как минимум всегда придут на помощь даже если там вдруг что-то не так они всегда эти все проблемы разруливают на самом деле довольно классные чуваки я знаю там их довольно давно вот так что спасибо большое им за скидку и кстати как ни странно они мне в подарок подогнали еще usb-си переходник как вы понимаете на новых маках без возможно ну невозможно это сделать без usb-си переходника короче usb-си переходник от сяоми и я вообще не знал что они есть короче при том что он как ни странно он сяоми у него везде на коробках везде серийники все все написано что это сяоми но при этом но при этом бренд у него другой у него бренд на самом деле называется хагибис серьезных хайдэ на иранский рынок что я хз короче но при этом у него внутри у него все написано типа все это xiaomi micom я проверил серийник то тип это правильный продукт вот это все я такой что у нас про что ноги к промокод завтра касс будет работать я не уверен он уже давно было как бы не интеграция он уже давно был убран как бы я могу сказать что типа нет это не интеграция бы они просто мне дали соски домом а я решил их отблагодарить за это потому что на самом деле я вам скажу скажу честно они мне продали макбук по цене по цене серого рст шный типа русский макбук который типа с российской гарантии и с российской квадратуры за довольно в итоге покупкой мака да конечно как бы на самом деле я очень доволен пока что пока что значит как тип впечатление все быстро и игры идут вот это все короче там типа видосы можно монтировать но естественно конечно это все нужно будет смотреть ну там дальней перспективе какой-то я постараюсь на нем монтирую все-таки видосы нормально адекватным короче я надеюсь что она будет нормально все это работа никакой подписано с 9 месяцев подряд спасибо тебе не котик что сходи без это суббранд шаоми так что же нормально короче я просто хотел сказать пацаны вот этот вот этот переходник он довольно прикольный потому что во первых он знаете здесь есть часть переходников которые делаются под юсбисе под макбуки которые встраиваются прямо к самому макбуку ну то есть такая типа как будто продолжение корпуса они хуёвый не берите их пожалуйста старайтесь их не брать вообще почему потому что все юсбисе переходники они все безумно греются ну кто-то поменьше греется но все но они все греются поэтому ваш макбук будет всегда нагрет в этом месте где у вас присоединен вот этот самый переходник поэтому старайтесь брать их те приходники которые стоят на проводе отделены от вашего корпуса макбука я могу сказать что даже сейчас когда вы в отличие от моего прошлого переходника на которую у меня на рабочем компе вот этот переходник охуительно работает на него воткнуты сразу все юсби блять там sd hdmi и он еле еле осталось карту захвата юсбишного суть и посмотреть выйдешь ли ну вот знаешь и по крайней мере с виндой как минимум надо попробовать на еще воткнуть короче попробовать воткнуть юсбис виндой карту захвата короче hdmi там вот это все и зазырить типа как он загорится или нет вообще как бы вот хорошо довольно таки дела время зачем ваши донаты джокер сбал за нас на 500 рублей давайте быть объективными вы не брэд и пит и не аллен дэлоны но голоса и правда хороший спасибо чего ферзите за 100 тысяч рублей спасибо за что непонятно но спасибо тебе чувак спасибо тебе чувак ну слушайте и мы наверное заканчиваем наш подкаст и мы хотели единственную вещь сказать потому что если кто-то народ там пропустил вдруг внезапно короче это то что во-первых макса же родился сын лев-лев максимович короче родился у его жены алены короче мы поздравляем макса поэтому типа если если вы хотели поздравить заносите на патреон потому что короче сейчас у макса появился еще один род который будет усиленно жрать плакать и орать короче поэтому поэтому короче заносить интересная финансовая ситуация складывается скажем так скажи честно почему лев они максим максим макси 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 сайф алё звучит классно писать легко от руки а самое главное на улице когда орешь типа лев иди сюда блять коротко ясно слышно нет макс его будут лево 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 ну куда ты пошел лево не бросай кубик в ребенка лево в нож пожалуйста брусь на землю макси нервный смех начался ладно пацаны мы потихоньку заканчиваем наш подкаст тем что мы быстренько вам рассказываем про интересные статьи короче у нас есть три классные статьи для вас давайте я быстро поговорю чтобы вы вас не запаривать короче первая статья пацаны это на dtf и история консоли сега сатурн вообще все то есть типа как ее зачинали что с ней делали что с ней произошло и почему она всралась но почему крутая статья при этом будучи всратой как бы она все равно стала довольно хорошей консоли она пережала свое время во многом короче поэтому на самом деле подумайте посмотрите вот чё там как до вторая статья довольно прикольно она на английском но при этом если вы примерно понимаете английский язык то вам стоит и прочитать дело в том что действие watch dogs legion разворачивается в великобритании и на британском сайте rockpepper shotgun написали замечательную статью которая написана с условием того если бы если бы вы примерно представляли как на бумаге звучит акцент кокни британский то есть не лондон а ландон там там не просто акцент там не просто акцент это именно конкретно слова это гопарский акцент на уровне как у нас типа там ботаешь по фене то есть когда ты скажешь типа иностранцу типа ты ботаешь по фене он просто не поймет потому что у него нет в его вокабулярии таких слов у них то же самое достаточно прочитать просто начало этой статьи там написано короче 20 названий лондона джонсон джангл джонсон джангл серьезно название чтобы вы понимали короче в видосе с геймплеем watch dogs были английские субтитры да чтобы американцы понимали хоть что-то и не только они да потому что там типа как вы понимаете блин я реально при так вот эти у нас чате правильно пишут блин если честно если сяоми возьмет и сделает короче себе суббренд ой м8 выпустит короче ой м8 будет вообще да у нас еще одна отличная третья статьям на самом деле она довольно классная как бы там чуваки на dtf взяли написали про то вообще про историю жанра нуар в голливуде вообще ну как бы как такового от начала до конца как вы знаете это типа довольно известная историка бы по поводу того что там были детективы и драмы и все это было такое тип максимально драматичные на очень серьезных щах дождь тени свет контраст человек прикрывается плащом курит и говорит о том как его жизнь плоха да ужасно и он не видит будущее для этого города короче поэтому если вам интересно эта история вообще в целом бронуарту почитать из-за чего не расскажет откуда она в исходе начала прекрасной дружбы потом берешь такой нож и сам себе и все умираешь не там пистолет фигурирует обычно ладно короче пацаны на самом деле спасибо большое что слушали наш замечательный подкаст он длился довольно долго мы много рассказали про и 3 и не только про и 3 всякие интересные классные штуки напоминаем вам что наши завтра каста несмотря на то что вы хоть не супер часто но на самом деле мы хотели поблагодарить в общем то всех тех замечательных людей которые в общем нас поддерживают потому что мотивации делать подкаст мало мы как вы понимаете 146 выпуск я когда посмотрю в айтюнсе в наш рсс ленту там вообще 178 что ли выпусков уже скоро они начнут пропадать в ограничении 200 200 300 там 300 или 200 что такое короче в общем имейте ввиду что скоро выпуски начнут пропадать вам придется слушать на ютубе короче все кто нас смотрел мы записывались пятницу вечером и с нами выпивали в общем то нам тут пишут уже в чате что спасибо я в какашку короче в общем то это нормально вот в общем мы всех вас благодарим и особенно хотели поблагодарить конечно тех людей которые нам заносят больше всего на патреоне и это наши извечные люди плюс несколько новых это 5 до 3 алекс вудблок александр павлов алексей кольцов антон жмуров артем логинов артур галиулин back to school youtube канала фотографии dj jacket fx for trader.ru григорий яффа илья кузнецов иван ткачев джаггер меш алекс колов мистер бёрни орех павел петли кстати павел петли еще отдельно еще тоже за стримы павел стариков и да да реплей game кафе в санкт-петербурге роман косметивянский слава украине слава украине ему тоже отдельная благодарность потому что этот человек нам на стримах заносил очень много денег те ю джин 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 кстати эти говорю что произносит как наверное те у гонени есть такой сорт чая в китае возможно лишь раз похоже по крайней мере но будем звать эти джин валентин грунский валерий неборская варвара яффа виктор тэн владимир ходоков владислав сульянов воваст или мащук zip алексей пазников арсений вайс женя тони фальшат хайрулин михаил аронов и сергей зарклименко тот самый счет который приносит приходит к нам практически на каждый стрим и говорит что ну сколько стоит вам заносить до 300 рублей 300 рублей ладно ребят спасибо большое что слушали спасибо большое что были с нами мы постараемся в ближайшее время как бы выпустить и этот выпуск подкаста и в общем то еще выйти с нашими стримами из дткд который на этой неделе к сожалению откладывается и будет уже на следующей неделе да вот давайте всем спасибо всем до следующего раза всем пока пока счастливы